В чем заключается игра жизни и как в нее играть Флоренс Скавелшин? Первоначально она была опубликована самостоятельно в 1925 году. Глава первая игра. Большинство людей считают жизнь битвой, но это не битва, а игра. Однако это игра, в которую невозможно успешно играть без знания духовного закона, а Ветхие и Новые Заветы дают правила игры с удивительной ясностью. Иисус Христос учил, что это великая игра в то, чтобы отдавать и получать. Все, что посеет человек, он и пожнет. Это означает, что все, что человек посылает словом или делом, вернется к нему обратно. То, что он отдает, он и получит. Если он отдает ненависть, он получит ненависть в ответ. Если он отдает любовь, он получит любовь в ответ. Если он критикует, он получит критику в ответ. Если он лжет, ему будут лгать. Если он жульничает, он будет обманут. Нас также учат тому, что способность к визуализации играет ведущую роль в жизни на игре. Храни свое сердце или воображение со всем усердием, потому что именно от этого зависят жизненные проблемы. Книга-притчи 4 часа 23 минуты. Это означает, что то, что человек представляет себе в своем воображении, рано или поздно воплощается в его делах. Я знаю одного мужчину, который боялся заболеть определенной болезнью. Это было очень редкое заболевание, которым трудно было заразиться, но он постоянно представлял себе его и читал о нем до тех пор, пока оно не проявилось в его теле и он не умер. Я стала жертвой искаженного воображения. Итак, мы видим, что для того, чтобы успешно играть в жизненную игру, мы должны тренировать способность к воображению. Человек, обладающий способностью к воображению, обученный изображать только хорошее, привносит в свою жизнь каждое праведное желание своего сердца. Здоровье, богатство, любви, друзей. Совершенное самовыражение – его высшие идеалы. Воображение называют ножницами разума, и оно постоянно режет. Изо дня в день, разрезая картины, которые человек видит там, он рано или поздно встречает свои собственные творения во внешнем мире. Для того, чтобы успешно тренировать воображение, человек должен понимать, как работает его разум. Греки говорили «познай самого себя». Существует три отдела разума – подсознательный, сознательный и сверхсознательный. Подсознание – это просто сила, не имеющая направления. Оно подобно пару или электричеству и делает то, на что его направляют, оно не обладает силой индукции. Все, что человек глубоко чувствует или ясно представляет себе, запечатлевается в подсознании и выполняется в мельчайших деталях. Например, одна моя знакомая женщина, будучи ребенком, всегда притворялась, что она вдова. Она одевалась в черную одежду и носила длинную черную вуаль, и люди считали ее очень умной и забавной. Она выросла и вышла замуж за мужчину, в которого была по уши влюблена. Через короткое время он умер, и в течение многих лет она носила черное платье с широкой вуалью. Образ ее вдовы запечатлелся в подсознании и в свое время сложился сам собой, несмотря на произведенный хаос. Сознательный разум был назван смертным или плотским разумом. Это человеческий разум, который видит жизнь такой, какой она кажется на первый взгляд. Он видит смерть, бедствие, болезни, бедность и ограничение любого рода, и это производит впечатление на подсознание. Сверхсознательный разум – это божественный разум внутри каждого человека, который является царством совершенных идей. В нем заключен совершенный образец, о котором говорил Платон, божественный замысел, ибо для каждого человека существует божественный замысел. Есть место, которое ты должна заполнить, и которое никто другой не может заполнить, то, что ты должна сделать, чего никто другой не может сделать. В твоем сверхсознательном уме есть идеальная картина этого. Обычно это мелькает в сознании как недостижимый идеал, нечто слишком хорошее, чтобы быть правдой. На самом деле это истинная судьба или предназначение человека, явленное ему бесконечным разумом, который находится внутри него самого. Однако многие люди пребывают в неведении относительно своей истинной судьбы. И стремятся к вещам и ситуациям, которые им не принадлежат, и принесут только неудачу и неудовлетворенность, если будут достигнуты. Например, ко мне пришла одна женщина и попросила произнести слово о том, что она выйдет замуж за определенного мужчину, в которого она очень сильно влюблена. Она назвала его А. Б. Я ответила, что это было бы нарушением духовного закона, но что я буду говорить за правильного мужчину, избранного Богом. Мужчину, который принадлежал ей по божественному праву. Я добавила, если Эйби тот самый мужчина, ты не можешь его потерять, а если это не так, то ты получишь его эквивалент. Она часто виделась с Эйби, но в их дружбе не было никакого прогресса. Однажды вечером она позвонила и сказала, знаешь, за последнюю неделю Эйби уже не казалась мне такой замечательной. Я ответила, может быть, он и не является божественным избранником. Другой мужчина может оказаться подходящим кандидатом. Вскоре после этого она встретила другого мужчину, который сразу же влюбился в нее и сказал, что она его идеал. На самом деле, он сказал ей все то, чего она всегда хотела, чтобы А. Б. сказал ей, она заметила. Это было совершенно сверхъестественно. Вскоре она ответила ему взаимностью и потеряла К.Б. Всякий интерес. В этом проявляется закон замещения. Правильная идея была заменена неправильной, поэтому в этом не было никаких потерь или жертвоприношений. Иисус Христос сказал, ищите прежде Царство Божьего и Его праведности, и все это приложится вам. И Он сказал, что Царство находится внутри человека. Царство – это Царство правильных идей или божественного образца. Иисус Христос учил, что слова человека играют ведущую роль в жизни на игре. Своими словами ты оправдываешься, и своими словами ты осуждаешься. Многие люди приносили несчастье в свою жизнь из-за пустых слов. Например, одна женщина однажды спросила меня, почему ее жизнь теперь превратилась в нищету и ограниченность. Раньше у нее был свой дом, она была окружена красивыми вещами и имела много денег. Мы обнаружили, что она часто уставала от управления своим домом и неоднократно повторяла. Меня тошнит от всего этого. Я хотела бы жить в багажнике. И она добавила, сегодня я живу в этом багажнике. Она заговорила сама с собой в сундук. У подсознания напрочь отсутствует чувство юмора, и люди часто подшучивают над собой, доводя себя до несчастного состояния. К примеру, женщина, у которой было много денег, постоянно шутила по поводу того, что собирается в багадельню. Через несколько лет она оказалась почти нищей, запечатлев в подсознании картину недостатка и ограниченности. К счастью, закон действует в обе стороны, и ситуация нехватки может быть изменена на ситуацию изобилия. Например, однажды жарким летним днем ко мне пришла женщина, чтобы пройти курс лечения для достижения благополучия. Она была измучена, подавлена и обескуражена. Она сказала, что во всем мире у нее есть всего 8 долларов. Я сказала, хорошо, мы благословим эти 8 долларов и умножим их, как Иисус Христос умножил хлеб и рыбу. Ибо Он учил, что у каждого человека есть сила благословлять и умножать, исцелять и процветать. Она спросила, что же мне делать дальше? Я ответила, следуй своей интуиции. У тебя есть предчувствие, что ты хочешь что-нибудь сделать или куда-нибудь пойти? Интуиция означает интуицию или то, чему тебя учат изнутри. Интуиция – это безошибочный путеводитель человека, и я более подробно разберусь с ее законами в следующей главе. Женщина ответила, я не знаю. У меня, кажется, есть предчувствие, что мне пора домой, у меня как раз хватит денег на проезд на машине. Ее дом находился в далеком городе, где царили нехватка и ограниченность, и здравомыслящий ум или интеллект сказали бы, «Оставайся в Нью-Йорке, найди работу и заработай немного денег». Я ответила, тогда иди домой и никогда не нарушай своих предчувствий. Я произнесла для нее следующие слова. «Бесконечный дух, открой нам путь к великому изобилию». Она является непреодолимым магнитом для всего, что принадлежит ей по божественному праву. Я сказала ей, чтобы она тоже постоянно повторяла это. Она немедленно отправилась домой. Однажды, зайдя к одной женщине, она связалась со старым другом своей семьи. Через этого друга она получила тысячи долларов самым чудесным образом. Она часто говорила мне, «Расскажи людям о женщине, которая пришла к тебе с восьми долларами и предчувствием беды». На пути мужчины всегда есть много чего интересного, но это может быть проявлено только через желание, веру или произнесенное слово. Иисус Христос ясно дал понять, что мужчина должен сделать первый шаг. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Матфея 7,7 В священных писаниях мы читаем, что касается дел рук моих, повелевайте мне. Бесконечный разум Бога всегда готов выполнить самые маленькие или самые большие требования человека. Каждое желание, высказанное или невысказанное, это требование. Мы часто поражаемся, когда наше желание внезапно исполняется. Например, однажды на Пасху, увидев множество красивых розовых деревьев в витринах цветочных магазинов, я пожелала получить одну из них. И на мгновение мысленно представила, как ее проносят в дверь. Наступила Пасха, а вместе с ней и прекрасное розовое дерево. На следующий день я поблагодарила свою подругу и сказала ей, что это именно то, чего я хотела. Она ответила, «Я послала тебе не розовое дерево, а лилии». Этот мужчина перепутал заказ и прислал мне розовое дерево просто потому, что я начала приводить закон в действие, и у меня должно было быть розовое дерево. Ничто не стоит между человеком и его высшими идеалами, и каждым желанием его сердца, кроме сомнений и страха. Когда человек может желать, не беспокоясь, любое желание будет мгновенно исполнено. В следующей главе я более подробно объясню научную причину этого и то, как страх должен быть стерт из сознания. Это единственный враг человека, страх нехватки, страх неудачи, страх болезни, страх потери и чувство незащищенности на каком-то уровне. Иисус Христос сказал, «Почему ты боишься, а ты маловерная?» Евангелие от Матфея, 8 часов 26 минут. Итак, мы видим, что мы должны заменить страх верой, потому что страх – это всего лишь перевернутая вера, это вера во зло вместо добра. Цель жизненной игры состоит в том, чтобы ясно видеть свое добро и стереть все мысленные образы зла. Для этого необходимо произвести впечатление на подсознание осознанием добра. Один очень выдающийся человек, добившийся большого успеха, сказал мне, что он внезапно стер все страхи из своего сознания, прочитав табличку, которая висела в одной из комнат. Он увидел напечатанное большими буквами заявление, «Зачем волноваться? Этого, скорее всего, никогда не случится». Эти слова неизгладимо отпечатались в его подсознании, и теперь у него есть твердое убеждение, что только хорошее может прийти в его жизнь, поэтому только хорошее может проявиться. В следующей главе я расскажу о различных методах воздействия на подсознание. Оно верный слуга человека, но нужно быть осторожным, чтобы отдавать ему правильные приказы. Рядом с человеком всегда есть безмолвный слушатель, его подсознание. Каждая мысль, каждое слово запечатлеваются в нем и воплощаются в поразительных деталях. Это похоже на то, как певец делает запись на чувствительном диске фонографической пластинки. Каждая нота и тон голоса певца регистрируется. Если он кашляет или колеблется, это тоже регистрируется. Итак, давай уничтожим все старые плохие записи в подсознании, записи нашей жизни, которые мы не хотим хранить, и создадим новые и красивые записи. Произнеси эти слова вслух с силой и убежденностью. Сейчас я своим произнесенным словом разбиваю и уничтожаю все ложные записи в своем подсознании. Они вернутся на свалку своего родного небытия, ибо они возникли из моего собственного тщеславного воображения. Теперь я веду свои идеальные записи с помощью Христа внутри меня. Записи о здоровье, богатстве, любви и совершенном самовыражении. Это и есть квадрат жизни. Игра завершена. В следующих главах я покажу, как человек может изменить свои условия жизни, изменив свои слова. Любой мужчина, который не знает о силе слова, отстал от времени. В смерти жизнь находится во власти языка. Книга-притчи 18 часов 21 минута. Вторая глава книги называется «Закон процветания». Да, всемогущий будет твоей защитой, и у тебя будет много серебра. Одно из величайших посланий, переданных человечеству через Священное Писание, заключается в том, что Бог является источником питания человека, и что человек может высвободить через свое произнесенное слово все, что принадлежит ему по божественному праву. Тем не менее, он должен безукоризненно верить в свое произнесенное слово. Исайя сказал, «Слово мое не вернется ко мне пустым, но исполнит то, к чему оно послано». Теперь мы знаем, что слова и мысли – это огромная вибрационная сила, постоянно формирующая тело и дела человека. Одна женщина пришла ко мне в сильном отчаянии и сказала, что 15 числа этого месяца на нее будет подан иск на сумму 3000 долларов. Она не знала, как раздобыть эти деньги, и была в отчаянии. Я сказала ей, что Бог – это ее источник питания, и что на любой спрос найдется предложение. Так вот, я произнесла это слово вслух. Я возблагодарила Бога за то, что эта женщина получит 3000 долларов в нужное время и правильным способом. Я сказала ей, что она должна обладать совершенной верой и действовать в соответствии со своей совершенной верой. Наступило 15 число, но никаких денег так и не поступило. Она позвонила мне по телефону и спросила, что ей делать. Я ответила, «Сегодня суббота, так что сегодня они не будут подавать на тебя в суд. Твоя роль состоит в том, чтобы вести себя богато, демонстрируя тем самым совершенную веру в то, что ты получишь деньги к понедельнику». Она пригласила меня пообедать с ней, чтобы поддержать ее мужество. Когда я присоединилась к ней в ресторане, я сказала, «Сейчас не время экономить. Закажи, дорогой Ланч, и веди себя так, как будто ты уже получила 3000 долларов. Все, о чем бы ты ни попросила в молитве с Верой, ты получишь. Ты должна вести себя так, как будто ты уже получила это». На следующее утро она позвонила мне по телефону и попросила побыть с ней в течение дня. Я сказала, «Ты под Божьей защитой, а Бог никогда не опаздывает слишком поздно». Вечером она позвонила снова, очень взволнованная, и сказала, «Моя дорогая, свершилось чудо. Сегодня утром я сидела у себя в комнате, когда раздался звонок в дверь. Я сказала горничной, чтобы она никого не впускала. Однако горничная выглянула в окно и сказала, «Это твой двоюродный брат с длинной белой бородой. Так вот я сказала, перезвони ему, я хотела бы с ним повидаться». Он как раз сворачивал за угол, когда услышал голос горничной и вернулся. Он проговорил около часа и уже уходя сказал, «Кстати, как у вас обстоят дела с финансами?» Я сказала ему, что мне нужны деньги, и он сказал, «Ну что же, моя дорогая, первого числа месяца я дам тебе 3000 долларов». Мне не хотелось говорить ему, что на меня подадут в суд. Что же мне делать? Я получу это письмо только первого числа месяца, а оно должно быть у меня завтра». Я сказала, «Я буду продолжать лечить тебя». Я сказала, «Набраться мужества никогда не поздно». Я благодарю Бога за то, что она получила деньги на невидимом плане, и что они проявились вовремя. На следующее утро ей позвонил ее двоюродный брат и сказал, «Приходи сегодня утром ко мне в офис, и я отдам тебе деньги». В тот же день на ее счету в банке было 3000 долларов, и она выписывала чеки так быстро, как только позволяло ее возбуждение. Если человек стремится к успеху и готовится к неудаче, он получит ту ситуацию, к которой был подготовлен. Например, один мужчина пришел ко мне с просьбой произнести слово о том, что определенный долг будет погашен. Я обнаружила, что он потратил все свое время на планирование того, что он скажет этому мужчине, когда тот не оплатит свой счет, тем самым нейтрализуя мои слова. Ему следовало бы представить, как он расплачивается с долгом. У нас есть замечательная иллюстрация этого в Библии, рассказывающая о трех царях, которые оказались в пустыне без воды для своих людей и лошадей. Они посоветовались с пророком Елисеем, который передал им это удивительное послание. Так говорит Господь. Вы не увидите ни ветра, ни дождя, но сделайте эту долину полной рвов. Мужчина должен быть готов к тому, о чем он просит, даже тогда, когда нет ни малейшего признака этого в поле зрения. Например, одна женщина сочла необходимым подыскать квартиру в течение года, когда в Нью-Йорке ощущалась острая нехватка квартир. Это считалось почти невозможным, и ее друзья сочувствовали ей и говорили, «Разве это не так уж плохо, что тебе придется хранить свою мебель и жить в отеле?» Она ответила, «Тебе не нужно меня жалеть, я Супермен, и у меня будет квартира». Она произнесла такие слова, «Бесконечный дух, открой путь к нужной квартире». Она знала, что на любой спрос найдется предложение, и что она ничем не обусловлена, работает на духовном плане, и что единство с Богом – это большинство людей. Она подумывала о покупке новых одеял, когда искуситель, враждебная мысль и рассуждающий разум подсказали, «Не покупайте одеяло. Возможно, в конце концов, ты не получишь квартиру, и они тебе не понадобятся». Она тут же ответила сама себе, «Я вырою себе канавы, купив одеяло». Так что она подготовилась к обустройству квартиры и вела себя так, как будто она у нее уже есть. Она чудесным образом нашла такую квартиру, и ее ей подарили, хотя других претендентов было более двухсот. Эти одеяла свидетельствовали о активной вере в нее. Нет нужды говорить, что канавы, вырытые тремя царями в пустыне, были заполнены до отказа. Прочти главу второй книги царств. Попасть в духовный круговорот событий – нелегкое дело для обычного человека. Негативные мысли, связанные с сомнениями и страхом, всплывают из подсознания. Это целая армия инопланетян, которых необходимо обратить в бегство. Это объясняет, почему так часто бывает так темно перед рассветом. Большой демонстрацией обычно предшествуют мучительные мысли. Сделав заявление о высокой духовной истине, человек бросает вызов старым убеждениям, укоренившимся в подсознании, и становится очевидным, что ошибка должна быть устранена. Сейчас как раз то время, когда человек должен многократно подтверждать свою истину, радоваться и благодарить за то, что он уже получил. Прежде чем ты позовешь меня, я отвечу. Это означает, что каждый хороший и совершенный дар уже принадлежит мужчине и ожидает его признания. Мужчина может получить только то, что он видит в себе получающим. Детям Израиля было сказано, что они могут получить всю землю, которую только смогут увидеть. Это относится и к каждому мужчине. У него есть только та земля, которая находится в пределах его собственного мысленного видения. Каждая великая работа, каждое крупное достижение воплощаются в жизнь благодаря тому, что он придерживается этого видения. И часто непосредственно перед большим достижением наступает очевидная неудача и уныние. Дети Израиля, когда они достигли земли обетованной, боялись войти в нее, потому что, по их словам, она была заполнена великанами, которые заставляли их чувствовать себя кузнечиками. И там мы увидели великанов, и в наших собственных глазах мы были похожи на кузнечиков. Такое случается почти с каждым мужчиной. Однако тот, кто знает духовный закон, остается невозмутимым внешне и радуется, пока он еще находится в плену. То есть он придерживается своего видения и благодарит Бога за то, что цель достигнута, он получил ее. Иисус Христос дал замечательный пример тому. Он сказал своим ученикам, «Разве вы не говорите, что осталось еще четыре месяца, а затем наступит жатва?» Вот я говорю тебе, подними свои глаза и посмотри на поля, ибо они уже созрели для сбора урожая. Его ясное видение пронзило мир материи, и он ясно увидел мир четвертого измерения, вещи такими, какие они есть на самом деле, совершенными и завершенными в божественном разуме. Итак, мужчина всегда должен видеть конец своего путешествия и требовать проявления того, что он уже получил. Это может быть его идеальное здоровье, любовь, достаток, самовыражение, дом или друзья. Все это законченные и совершенные идеи, записанные в божественном разуме, собственном сверхсознательном разуме человека, и они должны прийти через него, а не к нему самому. Например, один мужчина пришел ко мне с просьбой о лечении для достижения успеха. Ему было крайне необходимо собрать в течение определенного времени 50 тысяч долларов на развитие своего бизнеса. Срок давности уже почти истек, когда он пришел ко мне в отчаянии. Никто не хотел вкладывать деньги в его предприятие, а банк наотрез отказал ему в кредите. Я ответила, я полагаю, что во время работы в банке ты потеряла самообладание, а значит и свою власть. Ты можешь контролировать любую ситуацию, если сначала возьмешь себя в руки. Возвращайся в банк, добавила я, и я буду лечить тебя. Мое обращение звучало так. Ты отождествляешь себя с духом любви каждого, кто связан с банком. Позволь божественной идее выйти из этой ситуации наружу. Он ответил, женщина, ты говоришь о невозможном. Завтра суббота, банк закрывается в 12 часов, и мой поезд доставит меня туда только в 10 часов, а завтра истекает срок, и в любом случае они этого не сделают. Уже слишком поздно, ответила я. Богу не нужно никакого времени, и никогда не бывает слишком поздно. С ним возможно все, что угодно. Добавила я, я ничего не смыслю в бизнесе, но я знаю все о Боге. Он ответил, все это звучит прекрасно, когда я сижу здесь и слушаю тебя, но когда я выхожу на улицу, это ужасно. Он жил в далеком городе, и я не получала от него вестей целую неделю, а потом пришло письмо, в котором говорилось, ты была права, он ответил. Все это звучит прекрасно, когда я сижу здесь и слушаю тебя, но когда я выхожу на улицу, это ужасно. Я увидела его несколько недель спустя и спросила, что случилось. В конце концов, у тебя, по-видимому, было достаточно времени для этого. Он ответил, мой поезд опоздал, и я приехала туда всего за 15 минут до 12. Я спокойно вошла в банк и сказала, что пришла за кредитом, и они выдали мне его без всяких вопросов. Это были последние 15 минут отведенного ему времени, и бесконечный дух еще не опоздал. В данном случае этот мужчина никогда не смог бы проявить себя в одиночку. Ему нужен был кто-то, кто помог бы ему придерживаться своего видения. Это именно то, что один мужчина может сделать для другого. Иисус Христос знал истину об этом, когда сказал, «Если двое из вас согласятся на земле прикоснуться ко всему, о чем они попросят, то это будет сделано для них от Отца Моего Небесного». Человек слишком близко подходит к своим собственным делам и впадает в сомнение и страх. Друг или целитель ясно видит успех, здоровье или процветание, и никогда не колеблется, потому что ему не близка эта ситуация. Гораздо легче продемонстрировать это кому-то другому, чем самой себе. Поэтому человек должен без колебаний обратиться за помощью, если почувствует, что колеблется. Один проницательный наблюдатель за жизнью однажды сказал, «Ни один мужчина не может потерпеть неудачу, если кто-то один видит его успешным». Такова сила этого видения, и многие великие люди были обязаны своим успехом жене, сестре или другу, которые верили в него и без колебаний придерживались идеального образца. Вот и третья глава. Сила слова. Твоими словами ты будешь оправдана, и твоими словами ты будешь осуждена. Человек, знающий силу слова, становится очень осторожным в своем разговоре. Ему достаточно только понаблюдать за реакцией на свои слова, чтобы понять, что они не возвращаются пустыми словами. С помощью своего произносимого слова человек постоянно устанавливает для себя законы. Я знавала одного мужчину, который сказал, «Я всегда скучаю по машине». Она неизменно отъезжает как раз в тот момент, когда я подъезжаю. Его дочь сказала, «Я всегда ловлю машину». Она обязательно подъедет как раз в тот момент, когда я туда приеду. Это происходило в течение многих лет. Каждый из них установил для себя отдельный закон. Один о неудаче, другой о успехе. В этом и заключается психология суеверий. Подкова или кроличья лапка не содержит в себе никакой силы, но произнесенное человеком слово и вера в то, что оно принесет ему удачу, создают в подсознании ожидание чего-то хорошего и притягивают удачную ситуацию. Однако я нахожу, что это не сработает, когда человек продвинется духовно и познает высший закон. Человек не может повернуть вспять и должен убрать высеченные изображения. Например, двое мужчин из моего класса в течение нескольких месяцев добивались больших успехов в бизнесе, как вдруг все пошло прахом. Мы попытались проанализировать ситуацию, и я обнаружила, что вместо того, чтобы произносить свои аффирмации и просить Бога об успехе и процветании, каждый из них купил счастливую обезьянку. Я сказала, «О, я вижу, ты доверяешь счастливым обезьянам, а не Богу. Убери этих счастливых обезьян и призови закон прощения, ибо у человека есть сила простить или нейтрализовать свои ошибки». Они решили сбросить счастливых обезьян в угольную яму, и все снова пошло хорошо. Это, однако, не означает, что человек должен выбрасывать все счастливые украшения или подковы в доме. Но он должен признать, что сила, стоящая за этим, это единственная и неповторимая сила, Бог, и что этот предмет просто дает ему ощущение ожидания. Однажды я была у подруги, которая пребывала в глубоком отчаянии. Переходя улицу, она подобрала подкову. Она сразу же преисполнилась радости и надежды. Она сказала, что Бог послал ей эту подкову для того, чтобы она не теряла мужество. В тот момент это действительно было единственное, что могло запечатлеться в ее сознании. Ее надежда превратилась в веру, и в конечном счете она продемонстрировала замечательную демонстрацию. Я хочу четко подчеркнуть, что мужчины, о которых говорилось ранее, зависели только от обезьян. В то время как эта женщина осознала силу, лежащую в основе подковы. Я знаю, что в моем собственном случае потребовалось много времени, чтобы избавиться от убеждения, что определенная вещь приносит разочарование. Если что-то и случалось, то за этим неизменно следовало разочарование. Я обнаружила, что единственный способ изменить свое подсознание, это заявить. Нет двух сил. Есть только одна сила, Бог. Поэтому никаких разочарований не будет. И эта вещь означает счастливый сюрприз. Я сразу же заметила перемену в себе, и на моем пути начали появляться счастливые сюрпризы. У меня есть подруга, которая сказала, что ничто не может заставить ее пройти под лестницей. Я сказала, если ты боришься, значит, ты подаешься вере в две силы, добрую и злую вместо одной. Поскольку Бог абсолютен, то не может быть никакой противоположной силы, если только человек сам не станет причиной зла. Чтобы показать, что ты веришь только в одну силу, Бога, и что в зле нет никакой силы или реальности, пройдите под следующей лестницей, которую вы видите. Вскоре после этого она отправилась в свой банк. Она хотела открыть свою ячейку в депозитном сейфе, но на ее пути стояла лестница. Добраться до ячейки, не пройдя под лестницей, было невозможно. Она задрожала от страха и повернула назад. Она не могла встретиться лицом к лицу со львом, стоявшим у нее на пути. Однако, когда она вышла на улицу, мои слова зазвенели у нее в ушах, и она решила вернуться и пройти под ним. Это был знаменательный момент в ее жизни, потому что лестницы держали ее в рабстве в течение многих лет. Она вернулась по своим следам в хранилище, но лестницы там больше не было. Такое так часто случается. Если кто-то хочет сделать то, чего он боится, ему вовсе не обязательно это делать. Таков закон непротивления, который так мало изучен. Кто-то сказал, что в мужестве заключены гениальность и волшебство. Бесстрашно встречая ситуацию лицом к лицу, и нет никакой ситуации, с которой можно было бы столкнуться, она отпадает сама по себе. Объяснение этому заключается в том, что страх притянул лестницу на пути женщины, а бесстрашие убрало ее. Таким образом, невидимые силы всегда работают на мужчину, который сам всегда дергает за ниточки, хотя и не подозревает об этом. Благодаря вибрационной силе слов, чтобы мужчина не произносил, он начинает притягивать к себе внимание. Люди, которые постоянно говорят о болезни, неизменно притягивают ее к себе. После того, как мужчина познал истину, он уже не может быть слишком осторожен в своих словах. Например, у меня есть подруга, которая часто говорит по телефону, «Пожалуйста, приходи ко мне навестить, и поболтаем по старинке». Этот старомодный чат рассчитан на час примерно от 500 до 1000 деструктивных слов, основными темами которых являются потери, нехватка, неудачи и болезни. Я отвечаю, «Нет, спасибо тебе. В моей жизни было достаточно старомодных чатов, они слишком дороги. Но я буду рада пообщаться в новомодном чате и поговорить о том, чего мы хотим, а не о том, чего мы не хотим». Есть старая поговорка, согласно которой человек осмеливается использовать свои слова только для трех целей. Исцеление, благословение или процветание. То, что человек говорит о других, будет сказанное «эм», а то, чего он желает другим, он желает и для себя. Проклятия, как цыплята, возвращаются домой на насест. Если мужчина желает кому-то неудачи, он обязательно притянет неудачу к себе. Если он хочет помочь кому-то добиться успеха, он желает этого самому себе и помогает ему добиться успеха. С помощью произнесенного слова тело может обновиться и преобразиться, а ясное видение и болезнь полностью исчезнут из сознания. Метафизик знает, что все болезни имеют ментальное соответствие, и для того, чтобы исцелить тело, нужно сначала исцелить душу. Душа – это подсознание, и ее необходимо уберечь от неправильного мышления. В 23-м псалме мы читаем «Он восстанавливает мою душу». Это означает, что подсознание или душа должно быть восстановлено с помощью правильных идей, а мистический брак – это брак души и духа или подсознание и сверхсознательного разума. Они должно быть одно целое. Когда подсознание переполняется совершенными идеями сверхсознания, Бог и человек становятся единым целым. Я и Отец – одно целое. То есть Он един с царством совершенных идей. Он человек, созданный по Божьему подобию и образу воображению, и Ему дана власть и власть над всеми сотворенными вещами. Его разумом, телом и делами. Можно с уверенностью сказать, что все болезни и несчастья проистекают из-за нарушения закона любви. Я даю тебе новую заповедь. Любите друг друга, а в игре жизни любовь или добрая воля берут верх над всеми хитростями. Например, у одной моей знакомой женщины в течение многих лет наблюдалось ужасное кожное заболевание. Врачи сказали ей, что это неизлечимо, и она была в отчаянии. Она выступала на сцене и боялась, что скоро ей придется бросить свою профессию, а других средств к существованию у нее не было. Тем не менее, она добилась хорошего ангажемента и в вечер премьеры произвела большой успех. Она получила лестные отзывы от критиков и была в радостном и приподнятом настроении. На следующий день она получила уведомление об увольнении. Один мужчина из актерского состава завидовал ее успеху и стал причиной того, что ее тослали прочь. Она почувствовала, как ненависть и негодование полностью овладевают ею, и она закричала, «О боже, не дай мне возненавидеть этого человека». В ту ночь на несколько часов работала в полной тишине. Она сказала, «Вскоре я погрузилась в очень глубокое молчание. Мне казалось, что я нахожусь в мире с самой собой, с этим мужчиной и со всем миром». Я продолжала это делать в течение двух последующих ночей, а на третий день обнаружила, что полностью исцелилась от кожного заболевания. Прося о любви или доброй воле, она выполнила закон, ибо любовь – это исполнение закона, и болезнь, которая возникла из подсознательного негодования, была уничтожена. Постоянная критика приводит к ревматизму, так как критические негармоничные мысли вызывают неестественные отложения в крови, которые оседают в суставах. Ложные наросты возникают из-за ревности, ненависти, непрощения, страха и так далее. Каждая болезнь вызывается тем, что у вас не в порядке с умом. Однажды на уроке я сказала, нет смысла спрашивать кого бы то ни было, что с тобой не так? С таким же успехом мы могли бы спросить, а что с тобой не так? Непрощение – самая распространенная причина болезней. Оно приводит к затвердению артерии или печени и ухудшению зрения. За ним тянутся бесконечные болезни. Однажды я обратилась к одной женщине, которая сказала, что ей стало плохо после того, как она съела отравленную устрицу. Я ответила, о нет, устрица была безвредной, ты сама ее отравила. Что с тобой такое? Она ответила, около 19 человек. Она поссорилась с 19 людьми и стала настолько негармоничной, что ей попалась не та устрица. Любая внешняя дисгармония указывает на наличие психической дисгармонии. Как внутри, так и снаружи все в порядке. Единственные враги человека находятся внутри него самого, а врагами мужчины должны быть члены его собственной семьи. Личность – это один из последних врагов, которых нужно победить, поскольку эта планета проходит свое посвящение в любовь. Это было послание Христа. Мир на земле, добрая воля по отношению к человеку. Поэтому просветленный человек стремится совершенствовать себя по отношению к своему ближнему. Его работа заключается в том, чтобы работать над собой, посылать добрую волю и благословение каждому человеку. И самое удивительное заключается в том, что если кто-то благословляет мужчину, у него нет никакой силы причинить ему вред. Например, один мужчина пришел ко мне с просьбой помочь ему добиться успеха в бизнесе. Он продавал технику, и тут на сцене появился конкурент с более совершенной машиной, как он утверждал, и мой друг испугался поражения. Я сказала, прежде всего мы должны избавиться от всякого страха и знать, что Бог защищает ваши интересы, и что из этой ситуации должна исходить божественная идея. То есть правильная машина будет продана правильным человеком нужному человеку. И я добавила, не питая ни малейших критических мыслей по отношению к этому человеку, благословляя его весь день и будь готова не продавать свою машину, если это не является божественной идеей. Так вот он отправился на встречу, бесстрашный и несопротивляющийся, и благословил другого мужчину. Он сказал, что результат был очень замечательным. Машина другого мужчины отказалась работать, и он продал свою машину без малейших затруднений. Но я говорю тебе, люби своих врагов, благословляй проклинающих тебя, делай добро тем, кто ненавидит тебя, и молись за тех, кто злобно использует тебя и преследует. Добрая воля создает великолепную ауру защиты вокруг того, кто ее посылает, и никакое оружие, созданное против него, не будет иметь успеха. Другими словами, любовь и добрая воля уничтожают врагов внутри человека, поэтому у него нет врагов извне. На земле царит мир для того, кто посылает человеку добрую волю. Глава 4. Закон непротивления. Не сопротивляйся злу. Не будь побеждена злом, но побеждай зло добром. Ничто на земле не может устоять перед абсолютно непротивляющимся человеком. Китайцы говорят, что вода – самая могущественная стихия, потому что она совершенно не сопротивляется. Она может стереть с лица земли камень и смести все на своем пути. Иисус Христос сказал, «И сопротивляйся злу», ибо он знал, что на самом деле зла не существует, а значит сопротивляться нечему. Зло явилось результатом тщеславного воображения человека или веры в две силы добро и зло. Существует старая легенда о том, что Адам и Ева съели плоды дерева иллюзий Майи и увидели две силы вместо одной Бога. Таким образом, зло – это ложный закон, который человек создал для себя с помощью психомы или душевного сна. Душевный сон означает, что душа человека была загипнотизирована расовой верой в грех, болезни и смерть и так далее, которая является плодской или смертной мыслью. И его дела превзошли его иллюзии. В одной из предыдущих глав мы уже читали о том, что душа человека – это его подсознание, и все, что он глубоко чувствует, хорошее или плохое, отражается в этом верном слуге. Его тело и поступки показывают именно то, что он себе представлял. Больной человек представлял себе болезнь, бедный человек – бедность, богатый человек – богатство. Люди часто говорят, почему маленький ребенок притягивает к себе болезнь, когда он еще слишком мал, чтобы даже понять, что это значит. Я отвечаю, что дети чувствительны и восприимчивы к мыслям других людей о них и часто отражают страхи своих родителей. Я однажды слышала, как один метафизик сказал, если ты сама не будешь управлять своим подсознанием, кто-то другой будет управлять им за тебя. Матери часто неосознанно притягивают болезни и несчастье к своим детям, постоянно удерживая их в мыслях о страхе и наблюдая за симптомами. Например, моя подруга спросила одну женщину, болела ли ее маленькая девочка корью. Она быстро ответила «Еще нет». Это означало, что она ожидала этой болезни и, следовательно, готовила почву для того, чего она не хотела ни для себя, ни для ребенка. Однако человек, который сосредоточен и утвердился в правильном мышлении, человек, который посылает только добрую волю своим ближним и который не испытывает страха, не может быть тронут негативными мыслями других или подверженных влиянию. На самом деле, тогда он мог бы получать только хорошие мысли, так как он сам посылает вперед только хорошие мысли. Сопротивление – это ад, ибо оно вергает человека в состояние мучений. Один метафизик однажды дал мне замечательный рецепт того, как использовать все уловки в игре жизни. Это вершина непротивления. Он объяснил это так. «Когда-то в моей жизни я крестила детей, и, конечно же, у них было много имен. Теперь я больше не крещу детей, а крещу события, но каждому событию даю одно и то же название. Если у меня что-то не получается, я крещу это успехом во имя Отца, Сына и Святого Духа». В этом мы видим великий закон трансмутации, основанный на непротивлении. Благодаря его произнесенному слову, каждая неудача превращалась в успех. Например, женщина, которая нуждалась в деньгах и которая знала духовный закон богатства, постоянно сталкивалась в деловых отношениях с мужчиной, который заставлял ее чувствовать себя очень бедной. Он говорил о недостатках и ограничениях, и она начала улавливать его мысли о бедности, поэтому невзлюбила его и обвинила в своей неудаче. Она знала, что для того, чтобы продемонстрировать свои способности, она должна сначала почувствовать, что получила то, что получила. Чувство богатства должно предшествовать его проявлению. В один прекрасный день до нее дошло, что она сопротивляется сложившейся ситуации и видит две силы вместо одной. Так вот, она благословила этого мужчину и окрестила ситуацию словом «успех». Она утверждала, «Поскольку существует только одна сила, бог, этот человек находится здесь для моего блага и моего процветания. Именно для этого он, казалось, и не существовал». Вскоре после этого она познакомилась через этого мужчину с женщиной, которая дала ей за оказанную услугу несколько тысяч долларов. И этот мужчина переехал в далекий город и гармонично исчез из ее жизни. Сделай заявление, «Каждый мужчина – это золотое звено в цепи моего блага, ибо все люди – это проявленный бог, ожидающий возможности, предоставленной самим человеком, служить божественному плану своей жизни». Благослови своего врага, и ты лишишь его амуниции. Его стрелы превратятся в благословение. Этот закон справедлив как для целых народов, так и для отдельных людей. Благослови нацию, посылай любовь и добрую волю каждому ее жителю, и она лишится своей способности причинять вред. Человек может получить правильное представление о непротивлении только через духовное понимание. Мои ученики часто говорили, «Я не хочу быть дверным ковриком». Я отвечаю, «Когда ты мудро используешь непротивление, никто никогда не сможет переступить через тебя». Вот еще один пример. Однажды я с нетерпением ждала важного телефонного звонка. Я сопротивлялась каждому поступившему звонку и сама не делала никаких исходящих звонков, полагая, что это может помешать тому, чего я ждала. Вместо того, чтобы сказать, «Божественная идея никогда не вступают в противоречие», призыв придет в нужное время, предоставив все это бесконечному разуму. Я начала управлять всем сама. Я сделала эту битву своей, а не Божьей, и оставалась напряженной и встревоженной. Звонок не раздавался около часа. Я взглянула на телефон и обнаружила, что трубка была выключена все это время, и телефон был отключен. Мое беспокойство, страх и вера в возможность вмешательства привели к тому, что телефонная связь полностью затмилась. Осознав, что я натворила, я сразу же начала благословлять сложившуюся ситуацию. Я окрестила ее успехом и подтвердила, я не могу потерять ни одного призвания, которое принадлежит мне по божественному праву. Я нахожусь под властью благодати, а не закона. Моя подруга бросилась к ближайшему телефонному аппарату, чтобы уведомить компанию о необходимости повторного подключения. Она вошла в переполненный продуктовый магазин, но владелец оставил своих покупателей и сам ответил на звонок. Мой телефон сразу же был подключен, и через две минуты я получила очень важный звонок, а примерно через час тот самый, которого я так долго ждала. Корабли заходят в море по спокойному морю. До тех пор, пока мужчина сопротивляется какой-либо ситуации, она будет у него с собой. Если он убежит от нее, она будет бежать за ним по пятам. Например, однажды я повторила это одной женщине, и она ответила, как это верно. Я была несчастлива дома, мне не нравилась моя мать, которая была критичной и властной, поэтому я сбежала и вышла замуж. Но я вышла замуж за свою мать, потому что мой муж был точно таким же, как моя мать, и мне снова пришлось столкнуться с той же ситуацией. Поскорее соглашайся со своим противником. Это означает, что согласись с тем, что неблагоприятная ситуация хороша. Не обращай на нее внимания, и она отпадет сама собой. Ни одна из этих вещей не трогает меня, это замечательное утверждение. Эта негармоничная ситуация проистекает из какой-то негармонии внутри самого человека. Когда у него нет никакой эмоциональной реакции на негармоничную ситуацию, она навсегда исчезает с его пути. Таким образом, мы видим, что работа мужчины всегда направлена на самого себя. Люди говорили мне, пройдите курс лечения, чтобы изменить моего мужа или моего брата. Я отвечаю, нет, я буду проходить курс лечения, чтобы изменить тебя. Когда ты изменишься, изменится и твой муж, и твой брат. У одной из моих учениц была привычка лгать. Я сказала ей, что это неудачный метод, и если бы она солгала, то ей бы солгали. Она ответила, мне все равно, я никак не могу обойтись без лжи. Однажды она разговаривала по телефону с мужчиной, в которого была очень сильно влюблена. Она повернулась ко мне и сказала, я ему не доверяю, я знаю, что он мне лжет. Я ответила, ну ты сама лжешь, так что кто-то должен солгать тебе, и ты будешь уверена, что это будет именно тот человек, от которого ты хочешь услышать правду. Через некоторое время после этого я увидела ее, и она сказала, я излечилась от лжи. Я спросила, что же тебя вылечило? Она ответила, я жила с женщиной, которая лгала еще хуже, чем я. Человек часто излечивается от своих недостатков, видя их в других людях. Жизнь – это зеркало, и в наших окружающих мы находим отражение только самих себя. Жить прошлым – это метод неудачи, нарушения духовного закона. Иисус Христос сказал, вот, сейчас самое подходящее время для этого. Настал день спасения. Жена Лота оглянулась назад и превратилась в соляной столб. Грабители времени – это прошлое и будущее. Мужчина должен благословлять прошлое и забывать о нем, если оно держит его в рабстве, и благословлять будущее, зная, что оно уготовило ему бесконечные радости. Но при этом полностью жить настоящим моментом. Например, ко мне пришла женщина с жалобой на то, что у нее нет денег, чтобы купить рождественские подарки. Она сказала, в прошлом году все было совсем по-другому, у меня было много денег, и я дарила прекрасные подарки, а в этом году у меня почти нет ни цента. Я ответила, ты никогда не будешь демонстрировать деньги, пока ты жалкая живешь в прошлом. Живи в полной мере настоящим моментом и приготовься дарить рождественские подарки. Копай свои канавы, и деньги обязательно придут. Воскликнула она, я знаю, что нужно делать. Я куплю немного мишурного шпагата, рождественских печатей и оберточной бумаги. Ответила я, сделай это, и подарки сами придут и приклеятся к рождественским печатям. Это тоже свидетельствовало о финансовом бесстрашии и вере в Бога, поскольку здравомыслящий разум говорил, храни каждый цент, который у тебя есть, так как ты не уверена, что получишь еще что-нибудь. Она купила печати, бумагу и бечевку, и за несколько дней до Рождества получила подарок в размере нескольких сотен долларов. Купив печати и бечевку, произвела впечатление на подсознание ожиданием чего-то и открыла путь для проявления денег. Она купила все подарки за достаточно короткое время. Мужчина должен жить в подвешенном состоянии в данный момент, поэтому хорошо выглядеть и по сей день. Таково приветствие рассвета. Он должен быть духовно бдительным, всегда ожидающим своих указаний, пользующимся любой возможностью. Однажды я постоянно повторяла про себя «Бесконечный дух, не дай мне упустить ни одного подвоха», и в тот вечер мне было сказано нечто, очень важное. Очень важно начинать свой день с правильных слов. Произнесите аффирмацию сразу же после пробуждения. Например, «Да будет воля твоя сегодня». Сегодня день свершения, я благодарю тебя за этот прекрасный день, чудо должно следовать за чудом, и чудеса никогда не прекратятся. Сделай это своей привычкой, и ты увидишь, как в его жизнь приходят чудеса и чудеса. Однажды утром я взяла в руки книгу и прочитала, «С удивлением смотри на то, что находится перед тобой». Мне показалось, что это было моим посланием на весь день, поэтому я повторяла снова и снова, «Смотри с удивлением на то, что находится перед тобой». Примерно в полдень не была передана крупная сумма денег, которую я хотела получить с определенной целью. В следующей главе я приведу аффирмации, которые показались мне наиболее эффективными. Однако никогда не следует использовать аффирмацию до тех пор, пока она не будет абсолютно удовлетворяющей и убедительной для его собственного сознания. И часто аффирмации изменяются в соответствии с потребностями разных людей. Например, успех многим принесло следующее. «У меня замечательная работа, в замечательном смысле, я предоставляю замечательные услуги за замечательную плату. Я передала первые две строчки одной из своих учениц, она добавила две последние. Это прозвучало очень убедительно, так как за безупречное обслуживание всегда должна быть идеальная плата, а рифма легко западает в подсознание». Она принялась распевать ее вслух и вскоре действительно получила замечательную работу замечательным образом и оказала замечательное обслуживание за замечательную плату. Еще один студент, деловой человек, воспользовался этим и заменил слово «работа» на «бизнес». Он повторил. «У меня замечательный бизнес, в прекрасном смысле этого слова, и я предоставляю замечательные услуги за замечательную плату». В тот же день он заключил сделку на сумму 41 тысячи долларов, хотя в течение нескольких месяцев в его делах не было никакой активности. Каждое утверждение должно быть тщательно сформулировано и полностью обосновано. Например, я знала одну женщину, которая очень нуждалась в помощи и требовала работы. Она получала очень много работы, но ей никогда ничего не платили. Теперь она знает, что нужно добавить замечательный сервис за замечательную плату. Это божественное право мужчины иметь все в достатке. Этого более чем достаточно. Его житницы должны быть полны, и его чаша должна переливаться через край. Такова Божья идея для человека, и когда человек преодолеет барьеры недостатка в своем собственном сознании, для него настанет золотой век и исполнится каждое праведное желание его сердца. Вот пятая глава «Закон кармы и закон прощения». Человек получает только то, что он отдает. Игра в жизнь — это игра в бумеранги. Мысли, поступки и слова мужчины рано или поздно возвращаются к нему с поразительной точностью. Таков закон кармы, который в переводе с санскрита означает «возвращение». Чтобы человек не посеял, то он и пожнет. Например, одна моя подруга рассказала мне такую историю о себе, иллюстрирующую этот закон. Она сказала, «Я возлагаю всю свою карму на свою тетю, и что бы я ей не сказала, кто-нибудь обязательно скажет мне». Я часто бываю раздражительной дома и однажды сказала об этом своей тете, которая разговаривала со мной во время ужина. «Хватит больше разговоров, я хочу спокойно поесть». На следующий день я обедала с женщиной, на которую хотела произвести большое впечатление, я оживленно разговаривала, когда она сказала «больше никаких разговоров». «Я хочу спокойно поесть». Моя подруга находится на высоком уровне сознания, поэтому ее карма возвращается гораздо быстрее, чем к той, что находится на ментальном плане. Чем больше человек знает, тем больше он несет ответственности, и человек, обладающий знанием духовного закона, который он не практикует, в результате сильно страдает. Страх Господень, закон – это начало мудрости. Если мы прочтем слово «Господь», закон, то многие места Библии станут намного понятнее. «Отмщение принадлежит мне, я отплачу», говорит Господь, закон. Мстит именно закон, а не Бог. Бог видит человека совершенным, созданным по своему собственному образу и подобию, в своем воображении и наделенным властью и владычеством. Это совершенная идея человека, зафиксированная в божественном разуме, ожидающая признания человеком, ибо человек может быть только тем, кем он себя видит, и достичь только того, чего он сам хочет достичь. Ничто никогда не происходит без постороннего наблюдателя. Это древняя поговорка. Мужчина сначала видит свою неудачу или успех, свою радость или печаль, прежде чем это становится видимым из сцен, разыгрываемых в его собственном воображении. Мы наблюдали это у матери, изображающей болезнь своего ребенка, или у женщины, видящей успех своего мужа. Иисус Христос сказал, «И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, мы видим, что свобода от всех несчастливых состояний приходит через знание, знание духовного закона. Послушание предшествует авторитету, и закон подчиняется человеку тогда, когда он подчиняется закону. Закону электричества нужно подчиняться до того, как оно станет слугой человека. При невежественном обращении с ним оно становится смертельным врагом человека. Также обстоит дело и с законами разума. Например, женщина с сильной личной волей пожелала, чтобы у нее был дом, принадлежащий ее знакомой, и она часто представляла себе, как она живет в этом доме. Со временем этот мужчина умер, и она переехала в этот дом. Несколько лет спустя, постигая духовный закон, она сказала мне, «Как ты думаешь, я имею какое-то отношение к смерти этого человека?» Я ответила, «Да, твое желание было таким сильным, что все шло к этому, но ты заплатила свой кармический долг. Вскоре после этого твой муж, которого ты преданно любила, умер, и этот дом в течение многих лет был для тебя белым слоном». Однако ее мысли не могли повлиять ни на первоначального владельца, ни на ее мужа, если бы он был уверен в истине, но они оба находились под действием кармического закона. Женщина должна была бы сказать, испытывая огромное желание приобрести этот дом, «Бесконечный разум, подари мне правильный дом, такой же очаровательный, как этот, дом, который принадлежит мне по божественному праву. Божественный отбор принес бы совершенное удовлетворение и принес бы благо всем нам». Божественный образец – это единственный безопасный образец, по которому можно работать. Желание – это огромная сила, и оно должно быть направлено в нужное русло, иначе воцарится хаос. В процессе демонстрации самый важный шаг – это первый шаг к тому, чтобы задать правильный вопрос. «Мужчина всегда должен требовать только того, что принадлежит ему по божественному праву». Вернемся к иллюстрации, если бы женщина заняла такую позицию, «Если этот дом, который я хочу, принадлежит мне, я не могу его потерять. А если это не так, отдай мне его эквивалент». Этот мужчина вполне мог бы принять решение съехать отсюда, если бы это был божественный выбор для нее, или же ему был бы заменен другой дом. Все, что было вынуждено проявиться по личной воле, всегда плохо воспринимается и всегда имеет плохой успех. Мужчине внушают, «Да, будет воля моя, а не твоя», и самое любопытное заключается в том, что человек всегда получает именно то, чего он желает, когда он отказывается от личной воли, тем самым позволяя бесконечному разуму действовать через него. Стой смирно и узри спасение Господне, закон Божий. К примеру, одна женщина пришла ко мне в сильном отчаянии. Ее дочь твердо решила отправиться в очень опасное путешествие, и мать была охвачена страхом. По ее словам, она использовала все возможные аргументы, указывала на возможные опасности и запрещала ей ехать, но дочь становилась все более и более непокорной и решительной. «Я сказала матери, ты навязываешь свою личную волю своей дочери, на что ты не имеешь права, и твой страх перед поездкой только притягивает ее, потому что человек притягивает то, чего он боится». Я добавила, «Отпусти и убери свои мысленные руки, отдай это в руки Бога и используй это утверждение. Я отдаю эту ситуацию в руки бесконечной любви и мудрости. Если это путешествие является божественным планом, я благословляю его и больше не сопротивляюсь. Но если это не было задумано божеством, я благодарю Бога за то, что сейчас все это растворилось и рассеялось. Через день или два после этого ее дочь сказала ей, «Мама, я отказалась от этой поездки и ситуация вернулась в свое родное небытие. Она учится стоять на месте, что кажется таким трудным для мужчины». Я более подробно остановлюсь на этом законе в главе, посвященной непротивлению. Я приведу еще один пример посева и сбора урожая, который получился самым любопытным образом. Ко мне пришла женщина и сказала, что получила в банке поддельную купюру в 20 долларов, выданную ей. Она была очень встревожена, потому что сказала, «Люди в банке никогда не признают свои ошибки». Я ответила, «Давай проанализируем ситуацию и выясним, почему тебя это привлекло». Она подумала несколько мгновений и воскликнула, «Я знаю это, я послала подруге кучу денег на сцену просто ради шутки». Так вот, закон прислал ей немного денег на сцену за то, что она ничего не смыслит в шутках. Я сказала, а теперь мы обратимся к закону прощения и нейтрализуем ситуацию. Христианство основано на законе прощения. Христос избавил нас от проклятия кармического закона, и Христос внутри каждого человека является его искупителем и спасителем от всех негармоничных состояний. Так вот, я сказала, бесконечный дух, мы взываем к закону прощения и благодарим за то, что она находится под благодатью, а не под законом, и не может потерять эти 20 долларов, которые принадлежат ей по божественному праву. А теперь, сказала я, возвращайся в банк и бесстрашно скажи им, что деньги тебе дали там по ошибке. Она подчинилась, и к ее удивлению они извинились и выдали ей еще одну купюру, обойдясь с ней очень вежливо. Таким образом, знание закона дает мужчине силу исправлять свои ошибки. Мужчина не может заставить внешнее существо быть тем, кем он не является. Если он желает богатства, он должен быть богат в первую очередь сознательно. Например, одна женщина пришла ко мне с просьбой о лечении для достижения процветания. Она не проявляла особого интереса к своим домашним делам, и в ее доме царил большой беспорядок. Я сказала ей, если ты хочешь быть богатой, ты должна соблюдать порядок. Все люди, обладающие большим богатством, отличаются порядочностью, а порядок – это первый закон небес. Добавила я, ты никогда не разбогатеешь с обгоревшей спичкой в подушечке для булавок. У нее было хорошее чувство юмора, и она сразу же приступила к наведению порядка в своем доме. Она переставила мебель, выдвинула ящики комода, почистила ковры и вскоре устроила крупную финансовую демонстрацию подарок от родственницы. Эта женщина сама стала совершенной и держит себя в финансовом напряжении, постоянно следя за внешним миром и ожидая процветания, зная, что бог – это ее источник. Многие люди пребывают в неведении относительно того факта, что подарки и вещи – это инвестиции, и что накопительство и экономия неизменно приводят к потерям. Есть то, что рассеивается и в то же время приумножается, а есть то, что удерживает больше, чем нужно, но это ведет к бедности. Например, я знала одного мужчину, который хотел купить пальто на меховой подкладке. Они с женой ходили по разным магазинам, но там не было ни одного нужного ему предмета. Он сказал, что все они выглядели слишком дешево. Наконец-то ему показали одну из них. Продавец сказал, что она оценивается в тысячи долларов, но менеджер продаст ее ему за 500 долларов, так как это было в конце сезона. Его финансовое состояние составляло около 700 долларов. Здравомыслящий ум сказал бы, ты не можешь позволить себе потратить почти все, что у тебя есть, на пальто, но он обладал очень развитой интуицией и никогда не рассуждал здраво. Он повернулся к своей жене и сказал, если я куплю это пальто, я заработаю кучу денег. Так что его жена слабо согласилась. Примерно через месяц он получил комиссионные в размере 10 тысяч долларов. Это пальто заставило его почувствовать себя таким богатым, что оно связало его с успехом и процветанием. Без этого пальто он не получил бы комиссионных. Это была инвестиция, приносящая большие дивиденды. Если мужчина проигнорирует эти побуждения потратить или отдать, то одна и та же сумма денег уйдет неинтересным или несчастливым образом. Например, одна женщина рассказала мне, что в день благодарения она сообщила своей семье, что они не могут позволить себе ужин в честь дня благодарения. У нее были деньги, но она решила их сэкономить. Несколько дней спустя кто-то вошел в ее комнату и взял из ящика комода точную сумму, в которую обошелся бы ужин. Закон всегда стоит на стороне человека, который тратит деньги бесстрашно и мудро. Например, одна из моих учениц ходила по магазинам со своим маленьким племянником. Ребенок требовал игрушку, которую она сказала ему, что не может позволить себе купить. Она внезапно осознала, что ищет недостатка и не признает Бога своим источником питания. Поэтому она купила игрушку и по дороге домой подобрала на улице точную сумму денег, которую заплатила за нее. Запас мужских сил не исчерпаем и не истощим, когда им полностью доверяют, но вера или доверие должны предшествовать демонстрации. Да будет с тобой все в соответствии с твоей верой. Вера – это суть того, на что надеются, свидетельство невидимого, ибо вера удерживает видение устойчивым, а неблагоприятные картины растворяются и рассеиваются. И в свое время мы пожнем плоды, если не упадем в обморок. Иисус Христос принес благую весть Евангелия о том, что существует более высокий закон, чем закон кармы. И что этот закон превосходит закон кармы. Это закон милости или прощения. Это тот закон, который освобождает человека от закона причины и следствия закона следствий. Мы подчиняемся благодати, а не закону. Нам говорят, что на этом плане человек пожинает плоды там, где он не сеял, дары Божьи просто изливаются на него. Все, что дает Царство Небесное, принадлежит ему. Это продолжительное состояние блаженства ожидает человека, который преодолел расовую или мировую мысль. В мирской мысли царит скорбь, но Иисус Христос сказал, «Не унывай, я победил этот мир». Мирская мысль – это мысль о грехе, болезнях и смерти. Он увидел их абсолютную нереальность и сказал, что болезни и печали исчезнут, а сама смерть, последний враг, будет побеждена. Теперь мы знаем с научной точки зрения, что смерть можно преодолеть, внедрив в подсознание убежденность вечной молодости и вечной жизни. Подсознание, будучи просто силой, не имеющей направления, выполняет приказы, не подвергая их сомнению. Работая под руководством сверхсознания, Христа или Бога внутри человека, можно было бы добиться воскрешения тела. Человек больше не будет сбрасывать свое тело после смерти, оно превратится в электрическое тело, воспетое Уолтом Уитменом, ибо христианство основано на прощении грехов и пустой могиле. Вот шестая глава «Сбрось с себя это бремя». Произведи впечатление на подсознание. Когда человек осознает свои собственные силы и работу своего разума, его великое желание состоит в том, чтобы найти простой и быстрый способ произвести хорошее впечатление на подсознание. Потому что простое интеллектуальное знание истины не принесет результатов. В моем собственном случае я пришла к выводу, что самый простой способ это сбросить с себя это бремя. Один метафизик однажды объяснил это примерно так. Он сказал, «Единственное, что придает чему-либо вес в природе, это закон всемирного тяготения, и если бы валун можно было поднять высоко над планетой, у этого валуна не было бы никакого веса». Именно это и имел в виду Иисус Христос, когда сказал, «Иго мое легко, и бремя мое легко». Он преодолел мировые вибрации и действовал в царстве четвертого измерения, где есть только совершенство, завершенность, жизнь и радость. Он сказал, «Придите ко мне все вы, кто трудится и обременен тяжким бременем, и я дам вам покой. Возьмите мое иго на себя, ибо иго мое легко, и бремя мое легко». В 55-м Псалме нам также сказано, «Возложи свое бремя на Господа». Во многих отрывках Библии говорится, что битва принадлежит Богу, а не человеку, и что человек всегда должен стоять спокойно и видеть спасение Господня. Это указывает на то, что сверхсознательный разум, или Христос внутри, является тем отделом, который ведет борьбу с человеком и освобождает его от бремени. Таким образом, мы видим, что человек нарушает закон, если он несет бремя, а бремя – это неблагоприятная мысль или состояние. И эта мысль или состояние имеют свои корни в подсознании. Кажется, почти невозможным добиться какого-либо прогресса, направляя подсознание от сознательного или рассуждающего ума, так как рассуждающий ум. Интеллект ограничен в своих представлениях и наполнен сомнениями и страхами. В таком случае, насколько же это научно, возложить бремя ответственности на сверхсознательный разум или Христа внутри себя, где он становится легким или растворяется в своем родном небытии. К примеру, женщина, остро нуждающаяся в деньгах, пролила свет на Христа внутри, на сверхсознание, сказав, «Я перекладываю это бремя недостатка на Христа внутри, и я становлюсь свободной, чтобы иметь изобилие». Вера в нехватку была ее бременем, и когда она возложила его на сверхсознание вместе с его верой в изобилие, результатом стала лавина изобилия. Мы читаем, «Христос в тебе надежда на славу». Вот еще один пример. Одной из моих учениц подарили новое пианино, и в ее студии не нашлось для него места до тех пор, пока она не убрала старое. Она была в состоянии полного замешательства. Она хотела оставить себе старое пианино, но не знала, куда его отправить. Она пришла в отчаяние, так как новое пианино должно было быть отправлено немедленно, а на самом деле оно уже было в пути, и поставить его было некуда. Она сказала, что ей пришло в голову повторить, «Я перекладываю это бремя на Христа внутри меня и становлюсь свободной». Через несколько минут у нее зазвонил телефон, и подруга спросила, не может ли она взять на прокат свое старое пианино, которое было убрано за несколько минут до того, как прибыло новое. Я знавала одну женщину, чьим бременем была обида. Она сказала, «Я перекладываю это бремя обиды на Христа внутри меня и выхожу на свободу, чтобы быть любящей, гармоничной и счастливой». Всемогущее сверхсознание затопило подсознание любовью, и вся ее жизнь изменилась. В течение многих лет обида держала ее в состоянии мучений и заточала в тюрьму ее душу подсознание. Это утверждение следует повторять снова и снова, иногда в течение нескольких часов подряд, тихо или вслух, спокойно, но решительно. Я часто сравнивала это с тем, чтобы завести мотор виктролы. Мы должны заводить себя произносимыми словами. Я заметила, что сбросив с себя это бремя, через некоторое время начинаешь как будто прозревать. Невозможно иметь ясное зрение, находясь в муках плотского разума. Сомнения и страх отравляют разум и тело, а воображение буйствует вовсю, притягивая несчастье и болезни. Постоянно повторяя аффирмацию, я перекладываю это бремя на Христа внутри себя и выхожу на свободу. Видение проясняется, а вместе с ним приходит чувство облегчения. И рано или поздно приходит проявление добра, будь то здоровье, счастье или снабжение. Одна из моих учениц однажды попросила меня объяснить, что такое темнота перед рассветом. В предыдущей главе я упоминала о том факте, что часто перед большой демонстрацией кажется, что все идет наперекосяк и глубокая депрессия затуманивает сознание. Это означает, что из подсознания поднимаются вековые сомнения и страхи. Эти старые пережитки подсознания всплывают на поверхность, чтобы быть выброшенными наружу. Именно тогда мужчина должен хлопать в ладоши подобное эсофату и благодарить Бога за то, что он спасен, даже если ему кажется, что он окружен врагом, испытывает нужду или болезнь. Продолжала студентка, как долго человек должен оставаться в неведении. И я ответила, до тех пор, пока он не научится видеть в темноте, а сбросив с себя ношу, он сможет видеть в темноте. Для того, чтобы произвести впечатление на подсознание, всегда необходима активная вера. Вера без дел мертва. В этих главах я постаралась донести до вас этот момент. Иисус Христос проявил активную веру, когда повелел толпе людей сесть на землю, прежде чем возблагодарить за хлеб и рыбу. Я приведу еще один пример, показывающий, насколько необходим этот шаг. На самом деле, активная вера – это тот мост, по которому человек переходит в свою землю обетованную. По недоразумению, одна женщина была разлучена со своим мужем, которого она глубоко любила. Он отказывался от всех предложений о примирении и не желал с ней ни в коем случае общаться. Постигая духовный закон, отрицала саму возможность разлуки. Она сделала следующее заявление. В божественном разуме нет разлуки, поэтому я не могу быть разлучена с любовью и дружескими отношениями, которые принадлежат мне по божественному праву. Она проявляла активную веру, каждый день занимая для него место за столом, тем самым запечатлевая в подсознании картину его возвращения. Прошло уже больше года, но она ни разу не дрогнула, и в один прекрасный день он вошел в дом. Музыка часто воздействует на подсознание человека. Музыка обладает качеством четвертого измерения и освобождает душу из заточения. Благодаря ей чудесные вещи кажутся возможными и легко достижимыми. У меня есть подруга, которая ежедневно использует для этой цели свою вектролу. Это приводит ее в совершенную гармонию и дает волю воображению. Другая женщина часто танцует, произнося свои аффирмации. Ритмы, гармония музыки и движения передают ее слова с огромной силой. Ученица также должна помнить о том, что нельзя пренебрегать днем, посвященным мелочам. Перед демонстрацией неизменно появляются какие-то признаки земли. Еще до того, как Колумб достиг Америки, он видел птиц и веточки, которые указывали ему на близость суши. Так же обстоит дело из демонстрации, но часто ученик ошибочно принимает это за саму демонстрацию и разочаровывается. Например, женщина произнесла это слово, обозначающее набор посуды. Вскоре после этого подруга подарила ей старую и потрескавшуюся тарелку. Она подошла ко мне и сказала, «Ну вот, я попросила набор посуды, а получила только треснувшую тарелку». Я ответила, «На тарелке были только следы земли». Это говорит о том, что скоро прибудут твои тарелки. Смотри на это как на птиц и морские водоросли, и вскоре после этого появились тарелки. Постоянно притворяясь, производит впечатление на подсознание. Если человек притворяется, что он богат и добивается успеха, то в свое время он пожнет плоды. Дети всегда притворяются, что верят, и если вы не обратитесь и не станете подобны маленьким детям, вы не войдете в Царство Небесное. Например, я знаю одну женщину, которая была очень бедна, но никто не мог заставить ее почувствовать себя бедной. Она заработала небольшую сумму денег у богатых друзей, которые постоянно напоминали ей ее бедности и о необходимости быть осторожной и экономить. Несмотря на их увещевание, она тратила все свои заработки на шляпу или делала кому-нибудь подарок и пребывала в восторженном состоянии духа. Ее мысли всегда были сосредоточены на красивой одежде, кольцах и других вещах, но при этом она не завидовала окружающим. Она жила в чудесном мире и только богатство казалось ей реальным. Очень скоро она вышла замуж за богатого человека и кольца и другие вещи стали видны всем. Я не знаю, был ли этот мужчина божественным избранником, но богатство должно было проявиться в ее жизни, так как она представляла себе только богатство. Для человека не будет ни покоя, ни счастья до тех пор, пока он не сотрет все страхи из подсознания. Страх – это неправильно направленная энергия, которую необходимо перенаправить или обратить в веру. Иисус Христос сказал, «Почему ты боишься маловерное?» «Все возможно для того, кто верит». Мои ученики так часто спрашивают меня, как я могу избавиться от страха. Я отвечаю, подойдя вплотную к тому, чего ты боишься. Лев черпает свою свирепость в твоем страхе. Подойди ко льву, и он исчезнет, убеги, и он побежит за тобой. В предыдущих главах я уже показывала, как исчезал лев недостатка, когда человек бесстрашно тратил деньги, демонстрируя веру в то, что бог был его источником и, следовательно, непоколебимым. Многие из моих учеников вырвались из оков бедности и теперь щедро снабжаются, избавившись от всякого страха потерять деньги. На подсознание воздействует истина о том, что бог это даритель и дар, поэтому, поскольку человек един с дарителем, он един и с даром. Великолепное утверждение звучит так. Сейчас я благодарю бога дарителя за божий дар. Человек так долго отделял себя от своего блага и своего запаса мыслями о разлуке и нехватке, что иногда требуется динамит, чтобы вытеснить эти ложные идеи из подсознания. И динамит это серьезная ситуация. На приведенной выше иллюстрации мы видим, как индивид освободился от своего рабства, проявив бесстрашие. Мужчина должен ежечасно наблюдать за собой, чтобы определить, является ли его мотивом к действию страх или вера. Сегодня же выбери сама, кому мы будем служить, страху или вере. Возможно, чей-то страх связан с личностью. Тогда не избегай людей, которых ты боишься. Будь готова радостно встретить их, и они либо окажутся золотыми звеньями в цепи твоего блага, либо гармонично исчезнут с твоего пути. Возможно, твой страх связан с болезнями или микробами. В таком случае человек должен быть бесстрашным и невозмутимым в ситуации, полный микробов, и тогда у него будет иммунитет. Заразиться микробами можно только тогда, когда они вибрируют с той же скоростью, что и зародыш, а страх опускает мужчин до уровня зародыша. Конечно же, болезнетворный микроб. Это продукт плотского разума, так как любая мысль должна быть объективирована. Микробы не существуют в сверхсознательном или божественном разуме, поэтому они являются плодом тщеславного воображения человека. В мгновение ока для человека наступит освобождение, когда он поймет, что в зле нет никакой силы. Материальный мир исчезнет, и мир четвертого измерения, мир чудесного, начнет проявляться. И я увидела новое небо и новую землю, и не будет больше ни смерти, ни печали, ни плача, и не будет больше боли, ибо прежнее прошло. Вот седьмая глава «Любовь». Каждый мужчина на этой планете проходит свое посвящение в любовь. Я даю тебе новую заповедь. Любите друг друга. Успенский утверждает в своей книге Терцио Морганум, что любовь – это космическое явление, открывающее человеку мир четвертого измерения, мир чудесного. Настоящая любовь бескорыстна и свободна от страха. Она изливает себя на объект своей привязанности, не требуя ничего взамен. Ее радость заключается в радости отдавать. Любовь – это проявление Бога и сильнейшая магнетическая сила во Вселенной. Чистая, бескорыстная любовь притягивает к себе саму себя. Ее не нужно искать или требовать. Вряд ли кто-то имеет хоть малейшее представление о настоящей любви. Мужчина эгоистичен, тираничен или боязвив в своих привязанностях, тем самым теряя то, что он любит. Ревность – это злейший враг любви, потому что воображение буйствует при виде того, как любимого человека влечет к другому, и эти страхи неизменно объективируются, если их не нейтрализовать. Например, одна женщина пришла ко мне в глубоком отчаянии. Мужчина, которого она любила, бросил ее ради других женщин и сказал, что никогда не собирался жениться на ней. Она разрывалась от ревности и обиды и сказала, что надеется, что он будет страдать так же, как заставил страдать ее, и добавила, «Как он мог бросить меня, когда я так сильно любила его?» Я ответила, «Ты не любишь этого мужчину, ты ненавидишь его» и добавила, «Ты никогда не сможешь получить то, чего никогда не давала». Дари совершенную любовь, и ты получишь совершенную любовь. Совершенствуй себя в отношении этого мужчины. Дари ему совершенную, бескорыстную любовь, ничего не требуя взамен, не критикуй и не осуждай и благословляй его, где бы он ни был». Она ответила, «Нет, я не буду благословлять его до тех пор, пока не узнаю, где он находится». «Ну что же», сказала я, «Это не настоящая любовь». «Когда ты посылаешь настоящую любовь, настоящая любовь вернется к тебе либо от этого мужчины, либо от его эквивалента, потому что если этот мужчина не является божественным избранником, ты не захочешь его, поскольку ты едино с Богом, ты едино и с той любовью, которая принадлежит тебе по божественному праву». Прошло несколько месяцев, а дела оставались примерно такими же, но она добросовестно работала над собой. Я сказала, «Когда тебя больше не будет беспокоить его жестокость, он перестанет быть жестоким, так как ты притягиваешь его к себе своими собственными эмоциями». Тогда я рассказала ей о братстве в Индии, которая никогда не говорила друг другу доброе утро. Они использовали такие слова, «Я приветствую божественность, заключенную в тебе». Они приветствовали божественность, заключенную в каждом человеке и в диких животных в джунглях, и им никогда не причиняли вреда, потому что они видели только Бога в каждом живом существе. Я сказала, «Приветствуй божественность в этом человеке и скажи, я вижу только твое божественное Я. Я вижу тебя такой, какой видит тебя Бог, совершенный, созданный по его образу и подобию». Она обнаружила, что становится все более уравновешенной и постепенно избавляется от своего негодования. Он был капитаном, и она всегда называла его капитан. Однажды она вдруг сказала, «Да благословит Господь этого капитана, где бы он ни был». Я ответила, «Вот это и есть настоящая любовь, и когда ты замкнешь полный круг, и тебя больше не будет беспокоить сложившаяся ситуация. Ты получишь его любовь или притянешь к себе ее эквивалент». В это время я переезжала, и у меня не было телефона, поэтому мы не общались с ней в течение нескольких недель, когда однажды утром я получила письмо, в котором говорилось, «Мы поженились». При первой же возможности я позвонила ей по телефону. Моими первыми словами были, «Что случилось?» «О, воскликнула она, это чудо». В один прекрасный день я проснулась и поняла, что все страдания прекратились. В тот же вечер я увидела его, и он попросил меня выйти за него замуж. Мы поженились примерно через неделю, и я никогда не видела более преданного мне мужчины. Есть старая поговорка, «Ни один мужчина не может быть твоим врагом, ни один мужчина не может быть своим другом, каждый мужчина – твой учитель». Поэтому человеку следует стать безличным и научиться тому, чему каждый мужчина должен его научить, и вскоре он усвоит свои уроки и станет свободным. Возлюбленный этой женщины учил ее бескорыстной любви, которой рано или поздно должен научиться каждый мужчина. Страдания не являются необходимыми для развития человека, они являются результатом нарушения духовного закона. Но, похоже, мало кто из людей способен пробудиться от своего душевного сна без этого. Когда люди счастливы, они обычно становятся эгоистичными и автоматически вступают в действие закон кармы. Мужчина часто терпит убытки из-за того, что не ценит себя по достоинству. Я знала женщину, у которой был очень хороший муж, но она часто говорила, «Меня совершенно не волнует, что я замужем, но это ничего не значит против моего мужа. Я просто не заинтересована в супружеской жизни». У нее были другие интересы, и она почти не помнила, что у нее был муж. Она думала о нем только тогда, когда видела его. Однажды ее муж сказал ей, что влюблен в другую женщину, и ушел. Она пришла ко мне в отчаянии и обиде. Я ответила, «Это именно то, для чего ты произнесла это слово. Ты сказала, что тебя совершенно не волнует то, что ты замужем, поэтому подсознание работало над тем, чтобы ты осталась незамужней». Она сказала, «О да, я понимаю, люди получают то, чего хотят, а потом чувствуют себя очень обиженными». Вскоре она полностью смирилась со сложившейся ситуацией и поняла, что они оба гораздо счастливее порознь. Когда женщина становится безразличной или критичной и перестает быть источником вдохновения для своего мужа, он упускает стимул их ранних отношений и становится беспокойным и несчастным. Один мужчина пришел ко мне удрученный, несчастный и бедный. Его жена интересовалась наукой о числах и попросила его почитать ей. Похоже, что отзыв был не очень благоприятным, потому что он сказал, «Моя жена говорит, что я никогда ничего не добьюсь, потому что у меня двойка». Я ответила, «Мне все равно, какой у тебя номер, ты совершенная идея божественного разума, и мы будем требовать успеха и процветания, которые уже запланированы для тебя этим бесконечным разумом». Уже через несколько недель он занял очень выгодное положение, а год или два спустя добился блестящего успеха как писатель. Ни один мужчина не добьется успеха в бизнесе, если он не любит свою работу. Картина, которую художник рисует из любви к своему искусству, это его величайшее произведение. Кипятильник – это всегда то, ради чего стоит жить. Ни один мужчина не сможет привлечь деньги, если он их презирает. Многие люди живут в нищете, говоря, «Деньги для меня ничего не значат, и я испытываю презрение к людям, у которых они есть». Именно по этой причине так много художников бедны, и их презрение к деньгам отделяет их от них самих. Я помню, как один художник говорил о другом. Он никуда не годится, как художник. У него есть деньги в банке. Такой склад ума, конечно же, отделяет человека от его источника, он должен быть в гармонии с вещью, чтобы привлечь ее. Деньги – это бог в проявлении, как свобода от нужды и ограничений, но их всегда нужно держать в обращении и правильно использовать. Накопительство избережения приводит к жестокой мести. Это вовсе не означает, что у человека не должно быть домов и земельных участков, акций и облигаций, ибо житницы праведного человека должны быть полны. Это означает, что человек не должен копить даже основную сумму долга, если возникнет необходимость в деньгах. Бесстрашно и радостно выпуская их наружу, он открывает путь для поступления большего количества денег, ибо бог – это неизменный и неисчерпаемый источник энергии человека. Именно таково духовное отношение к деньгам и Великий Банк Вселенной никогда не подводит. Пример накопительства мы видим в постановке фильма «Жадность». Женщина выиграла в лотерею 5000 долларов, но ни за что не стала бы их тратить. Она копила и копила деньги, позволяла своему мужу страдать и голодать, и в конце концов сама зарабатывала себе на жизнь мытьем полов. Она любила сами деньги и ставила их превыше всего на свете, и однажды ночью ее убили, а деньги у нее отняли. Вот пример того, как любовь к деньгам является корнем всего зла. Деньги сами по себе хороши и полезны, но если их использовать в разрушительных целях, копить и копить, или считать более важными, чем любовь, они приносят болезни и несчастье, а также потерю самих денег. Следуй по пути любви, и все будет добавлено, ибо Бог есть любовь, и Бог есть источник. Следуй по пути эгоизма и жадности, и этот источник исчезнет, или человек будет отделен от него. К примеру, мне был известен случай с одной очень богатой женщиной, которая копила свой доход в копилку. Она редко что-нибудь раздавала, но покупала, покупала и покупала вещи для себя. Она очень любила ожерелья, и однажды подруга спросила ее, сколько их у нее есть. Она ответила, 67. Она купила их и убрала подальше, тщательно завернув в папиросную бумагу. Если бы она использовала эти ожерелья, это было бы вполне законно, но она нарушила закон об их использовании. Ее шкафы были забиты одеждой, которую она никогда не носила, и драгоценностями, которые никогда не видели света. Руки женщины постепенно парализовала от того, что она цеплялась за вещи, и в конце концов ее сочли неспособной следить за своими делами. И ее богатство было передано в управление другим людям. Так вот, мужчина, не зная законов, сам приводит себя к гибели. Все болезни, все несчастья проистекают из нарушения закона любви. Мужские бумеранги ненависти, обиды и критики возвращаются обратно, нагруженные болезнями и печалями. Любовь кажется почти утраченным искусством, но человек, обладающий знанием духовного закона, знает, что ее нужно вернуть, ибо без нее он стал бы подобен звучащей меди и звенящим тарелкам. Например, у меня была ученица, которая приходила ко мне месяц за месяцем, чтобы очистить свое сознание от обиды. Через некоторое время она дошла до того, что стала обижаться только на одну женщину, но эта единственная женщина не давала ей покоя. Мало-помалу она стала уравновешенной и гармоничной, и в один прекрасный день все обиды исчезли. Она пришла в себя, сияя, и воскликнула. «Ты не можешь понять, что я чувствую». Эта женщина что-то сказала мне, и вместо того, чтобы прийти в ярость, я проявила любовь и доброту, а она извинилась и была совершенно мила со мной. «Никто не может понять ту чудесную легкость, которую я чувствую внутри». Любовь и доброжелательность бесценны в бизнесе. Например, ко мне обратилась женщина с жалобой на своего работодателя. Она сказала, что была холодной и критичной, и знала, что не хочет, чтобы она занимала эту должность. «Ну что же», — ответила я, «отдай дань уважения божественности заключенной в этой женщине и передай ей свою любовь». Она сказала, «Я не могу, она мраморная женщина». Я ответила, «Ты помнишь историю о скульпторе, который попросил у меня определенный кусок мрамора?» Его спросили, зачем ему это нужно, и он ответил, «Потому что в мраморе изображен ангел, и из него получилось замечательное произведение искусства». Она сказала, «Очень хорошо, я попробую это сделать». Через неделю она вернулась и сказала, «Я сделала то, что ты мне велела, и теперь эта женщина очень добра и отвезла меня на своей машине». Иногда людей переполняют угрызение совести за то, что они поступили с кем-то недобро, возможно, много лет назад. Если зло не может быть исправлено, его последствия можно нейтрализовать, оказав кому-то доброту в настоящем. «Я делаю вот что. Забываю о том, что осталось позади, и тянусь вперед к тому, что было раньше». Печаль, сожаление и угрызение совести разрушают клетки тела и отравляют атмосферу личности. Одна женщина сказала мне в глубокой печали, «Сделай меня счастливой и радостной, потому что мое горе делает меня такой раздражительной по отношению к членам моей семьи, что я продолжаю накапливать еще больше кармы». Меня попросили оказать помощь женщине, которая оплакивала свою дочь. Я отрицала всякую веру в утрату и разлуку и утверждала, что Бог – это радость, любовь и мир для этой женщины. Женщина сразу же обрела самообладание, но ее сын попросил ее больше не лечить, потому что она была так счастлива, что это было неприлично. Так вот, смертный разум обожает сцепляться за свои горести и сожаления. Я знавала одну женщину, которая постоянно хвасталась своими бедами, и, конечно же, ей всегда было чем похвастаться. Старая идея заключалась в том, что если женщина не беспокоится о своих детях, значит, она плохая мать. Теперь мы знаем, что материнский страх является причиной многих болезней и несчастных случаев, которые происходят в жизни детей. Из-за страха мы живо представляем себе болезнь или ситуацию, которой боимся, и эти картины объективируют, если не нейтрализуют ее. Счастлива та мать, которая может искренне сказать, что она отдает своего ребенка в руки Бога, и поэтому знает, что он находится под Божьей защитой. Она таким образом окружает его великолепной аурой защиты. Например, одна женщина внезапно проснулась ночью, почувствовав, что ее брату угрожает большая опасность. Вместо того, чтобы податься своим страхам, она начала высказывать истину, говоря, «Человек — это совершенная идея в божественном разуме, и он всегда находится на своем месте. Поэтому мой брат находится на своем месте и находится под Божьей защитой». На следующий день она обнаружила, что ее брат находился в непосредственной близости от места взрыва в шахте, но чудом спасся. Итак, мужчина является хранителем мыслей своего брата, и каждый мужчина должен знать, что то, что он любит, обитает в тайном месте Всевышнего и пребывает под сенью Всемогущего. Да не постигнет тебя никакое зло, и никакая язва не приблизится к твоему жилищу. Совершенная любовь изгоняет страх. Тот, кто боится, не становится совершенным в любви, а любовь — это исполнение закона. Глава восьмая. Интуиция или руководство. Во всех твоих путях признавай его, и он направит твои пути. Нет ничего слишком великого в достижении для человека, который знает силу своего слова и следует своим интуитивным указаниям. С помощью этого слова он приводит в действие невидимые силы и может перестроить свое тело или перестроить свои дела. Поэтому крайне важно правильно подбирать слова, и ученик тщательно подбирает аффирмацию, которую он хочет катапультировать в невидимое. Он знает, что Бог — это его источник питания, что существует запас для удовлетворения любого спроса, и что его произнесенное слово высвобождает этот запас. Проси, и ты получишь. Мужчина должен сделать первый шаг. Приблизься к Богу, и он приблизится к тебе. Меня часто спрашивали, как именно нужно провести демонстрацию своих действий. Я отвечаю, произнеси это слово, а затем ничего не предпринимай до тех пор, пока не получишь четкую зацепку. Требуй зацепки, говоря, бесконечный дух, открой мне путь, дай мне знать, если мне нужно что-нибудь сделать. Ответ придет через интуицию или предчувствие, случайные замечания от кого-то или отрывок из книги, и так далее, и так далее. Ответы иногда просто поражают своей точностью. К примеру, одна женщина пожелала получить крупную сумму денег. Она произнесла такие слова, бесконечный дух, открой путь для моего немедленного снабжения. Пусть все, что принадлежит мне по божественной воле прямо сейчас, достигнет меня в виде огромной лавины изобилия. А затем добавила, дай мне определенную зацепку, дай мне знать, если мне нужно что-нибудь сделать. Мне быстро пришла в голову мысль, подари одному знакомому, который помог ей духовно, 100 долларов. Сказала она своей подруге, которая сказала, подожди и получи еще одну зацепку, прежде чем отдавать ее. Поэтому она ждала и в тот же день встретила женщину, которая сказала ей, сегодня я дала кому-то доллар, для меня это было так же много, как для тебя было бы дать кому-то 100 долларов. Это действительно была безошибочная зацепка, так что она знала, что поступила правильно, отдав эти 100 долларов. Это был подарок, который оказался отличным вложением средств, так как вскоре после этого к ней удивительным образом поступила крупная сумма денег. Дарение открывает путь к получению. Для того, чтобы создать активность в финансовой сфере, человек должен отдавать. Десятина или отдача одной десятой части своего дохода, это старый еврейский обычай, который обязательно принесет приумножение. Многие из самых богатых людей в этой стране платили десятину, и я никогда не видела, чтобы это приносило неудачу в качестве инвестиции. Десятая часть идет вперед и возвращается благословенной и приумноженной. Но дар или десятина должны быть отданы с любовью и радостью, ибо Бог любит жизнерадостного дарителя. Счета должны оплачиваться с радостью, все деньги должны быть отправлены бесстрашно и с благословением. Такой склад ума делает человека хозяином денег. Именно ему надлежит повиноваться, и тогда его произнесенное слово открывает огромные запасы богатства. Мужчина сам ограничивает свои возможности своим ограниченным кругозором. Иногда ученик прекрасно осознает свое богатство, но боится действовать. Введения и действия должны идти рука об руку, как в случае с мужчиной, купившим пальто на меховой подкладке. Ко мне обратилась женщина с просьбой сказать слово, обозначающее определенную должность. Поэтому я потребовала, бесконечный дух, открой путь к тому, чтобы эта женщина заняла правильную должность. Никогда не проси просто о какой-то должности, проси о правильной позиции, о месте уже запланированном в божественном разуме, так как это единственное, что принесет удовлетворение. Тогда я возблагодарила Бога за то, что она уже получила, и что это быстро проявится. Очень скоро ей предложили три должности, которые она уже получила. Две должности были в Нью-Йорке и одна в Палм-Бич, и она не знала, какую из них выбрать. Я сказала, попроси у меня конкретную зацепку. Время уже почти истекло, и я все еще не определилась, когда однажды она позвонила по телефону. Когда я проснулась сегодня утром, я почувствовала запах Палм-Бич. Она бывала там раньше и знала его благоухающий аромат. Я ответила, «Ну что же, если ты чувствуешь запах Палм-Бич отсюда, то это определенно твоя зацепка». Она согласилась на эту должность, и это оказалось большим успехом. Часто лидерство приходит к человеку в самый неожиданный момент. Однажды я шла по улице и вдруг почувствовала сильное желание зайти в одну пекарню, расположенную в одном или двух кварталах отсюда. Мой рассудительный разум сопротивлялся этому, утверждая, «Там нет ничего такого, чего бы ты хотела». Однако я научилась не рассуждать здраво, поэтому я пошла в пекарню, осмотрела все вокруг, и там определенно не было ничего такого, чего я хотела. Но выйдя оттуда, я столкнулась с женщиной, о которой часто думала и которая очень нуждалась в помощи, которую я могла ей оказать. Так часто бывает, что человек идет за одним, а находит совсем другое. Интуиция – это духовная способность, и она ничего не объясняет, а просто указывает путь. Человек часто получает подсказку во время лечения. Идея, которая приходит ему в голову, может показаться совершенно неуместной, но некоторые божьи наставления таинственны. Однажды на занятии я говорила о том, что каждый человек получит определенное руководство. После этого ко мне подошла одна женщина и сказала, «Пока ты лечилась, у меня возникло предчувствие, что мне нужно забрать свою мебель со склада и снять квартиру». Эта женщина пришла лечиться по состоянию здоровья. Я сказала ей, что уверена в том, что если она обзаведется собственным домом, ее здоровье улучшится, и добавила, «Я полагаю, что твоя проблема, заключающаяся в скоплении людей, возникла из-за того, что ты хранишь вещи подальше от дома. Скопление разных вещей вызывает застойные явления в организме. Ты нарушила закон об использовании, и твое тело расплачивается за это. Итак, я возблагодарила Бога за то, что в ее уме, теле и делах воцарился божественный порядок». Люди мало мечтают о том, как их дела отражаются на теле. Для каждой болезни существует ментальное соответствие. Человек может получить мгновенное исцеление благодаря осознанию того, что его тело является совершенной идеей божественного разума и, следовательно, целостным и совершенным. Но если он продолжит свое разрушительное мышление, накопительство, ненависть, страх, осуждение, болезнь вернется. Иисус Христос знал, что все болезни происходят от греха, но после исцеления увещевал прокаженного идти и больше не грешить, чтобы с ним не случилось чего-нибудь худшего. Итак, душа или подсознание человека должны быть вымыты белее снега для постоянного исцеления, и метафизик всегда глубоко копается в поисках соответствия. Иисус Христос сказал, «Не осуждай, чтобы и ты не была осуждена. Не суди, чтобы не быть судимой». Многие люди навлекли на себя болезни и несчастья, осуждая других. То, что человек осуждает в других, он притягивает к себе сам. Например, одна моя подруга пришла ко мне в гневе и отчаянии из-за того, что ее муж бросил ее ради другой женщины. Она осуждала другую женщину и постоянно повторяла, она знала, что он женатый мужчина и не имела права принимать его знаки внимания. Я ответила, «Перестань осуждать эту женщину, благослови ее и покончи с этой ситуацией, в противном случае ты притягиваешь к себе то же самое». Она была глуха к моим словам и через год или два сама глубоко заинтересовалась женатым мужчиной. Всякий раз, когда мужчина критикует или осуждает кого-то, он берет трубку под напряжением и может ожидать шока. Нерешительность – это камень преткновения на многих жизненных путях. Для того, чтобы преодолеть это, повторяйте несколько раз, «Я всегда нахожусь под непосредственным вдохновением, я быстро принимаю правильные решения». Эти слова производят впечатление на подсознание, и вскоре человек обнаруживает, что он бодрствует и бодрствует, делая свои правильные шаги без колебаний. «Я нахожу разрушительным обращаться за руководством к психическому плану, поскольку это план многих умов, а не одного разума». По мере того, как человек открывает свой разум для субъективности, он становится мишенью для разрушительных сил. Психический план является результатом смертной мысли человека и находится на плане противоположностей. Он может получать как хорошие, так и плохие послания. Наука о числах и чтении гороскопов удерживают человека на ментальном или смертном плане, поскольку они имеют дело только с кармическим путем. Я знаю человека, который, согласно его гороскопу, должен был умереть много лет назад, но он жив и является лидером одного из крупнейших движений в этой стране за возвышение человечества. Нужно обладать очень сильным умом, чтобы нейтрализовать пророчество о зле. Ученица должна заявить, «Каждое ложное пророчество сойдет на нет, каждый план, который мой Небесный Отец не планировал, будет разрушен и рассеян, Божественная идея сейчас сбудется. Однако, если вам когда-либо было дано какое-либо хорошее послание о грядущем счастье или богатстве, храните его в себе и ожидайте, и оно рано или поздно проявится в соответствии с законом ожидания». Человеческая воля должна быть использована для поддержки вселенской воли. Я хочу, чтобы воля Божья была исполнена. Божья воля состоит в том, чтобы исполнить каждое праведное желание каждого человека. И человеческая воля должна быть использована для того, чтобы без колебаний придерживаться совершенного видения. Блудный сын сказал, «Я встану и пойду к своему отцу». Действительно, часто требуется усилие воли, чтобы избавиться от шелухи и свинства смертного мышления. Обычному человеку гораздо легче испытывать страх, чем веру, так что вера – это усилие воли. По мере того, как человек становится духовно пробужденным, он осознает, что любая внешняя дисгармония является следствием психической дисгармонии. Если он спотыкается или падает, он может знать, что спотыкается или падает в сознании. Однажды одна студентка шла по улице, мысленно осуждая кого-то. Она мысленно повторяла, «Эта женщина – самая неприятная женщина на Земле», как вдруг из-за угла выскочили трое бойскаутов и чуть не сбили ее с ног. Она не осудила бойскаутов, но сразу же воззвала к закону прощения и приветствовала божественность в женщине. Путь мудрости – это путь к удовольствию, а все ее пути – к миру. Когда человек предъявляет свои требования ко всеобщему, он должен быть готов к неожиданностям. Может показаться, что все идет не так, как надо, тогда как на самом деле все идет, как надо. Например, одной женщине сказали, что в божественном разуме не было никаких потерь, поэтому она не могла потерять ничего из того, что ей принадлежало. Все, что было утеряно, будет возвращено или она получит его эквивалент. Несколько лет назад она потеряла 2000 долларов США. Она одолжила эти деньги одному родственнику при жизни, но этот родственник умер, не оставив никакого упоминания об этом в своем завещании. Женщина была обижена и рассержена, и поскольку у нее не было письменного заявления о сделке, она так и не получила деньги, поэтому она решила отрицать факт потери и взыскать 2000 долларов с банка Universal. Она должна была начать с того, чтобы простить эту женщину, так как обиды и непрощения закрывают двери этого замечательного банка. Она сделала следующее заявление. «Я отрицаю потерю. В божественном разуме нет никаких потерь. Поэтому я не могу потерять 2000 долларов, которые принадлежат мне по божественному праву». Как только закрывается одна дверь, открывается другая. Она жила в многоквартирном доме, который был выставлен на продажу. И в договоре аренды был пункт, гласящий, что в случае продажи дома жильцы должны будут съехать в течение 90 дней. Внезапно домовладелец разорвал договор аренды и повысил арендную плату. На ее пути снова встала несправедливость, но на этот раз она осталась невозмутимой. Она благословила домовладельца и сказала, «Поскольку арендная плата была повышена, это означает, что я стану намного богаче, потому что Бог – это мой источник питания». Были заключены новые договоры аренды с авансовой арендной платой, но по какой-то божественной ошибке пункт о 90 днях был забыт. Вскоре после этого у домовладельца появилась возможность продать дом. Из-за ошибки в новых договорах аренды арендаторы оставались во владении домом еще в течение года. Агент предложил каждому арендатору по 2000 долларов, если он согласится освободиться. Несколько семей переехали, трое остались, включая женщину. Прошел месяц или два, и агент снова появился. На этот раз он сказал женщине, «Не хотите ли вы расторгнуть договор аренды на сумму 1500 долларов?» У нее мелькнула мысль, «А вот и 2000 долларов». Она вспомнила, как сказала друзьям, живущим в этом доме, «Мы все будем действовать сообща, если еще что-нибудь будет сказано об отъезде». Поэтому ей пришлось посоветоваться со своими друзьями. Эти друзья сказали, «Ну что же, если они предложили тебе 1500 долларов, то наверняка дадут 2000 долларов». Так вот, она получила чек на 2000 долларов за то, что сдала квартиру. Это, безусловно, было замечательное действие закона, и очевидная несправедливость просто открывала путь для ее демонстрации. Это доказало, что потерь не бывает, и когда человек занимает свою духовную позицию, он собирает все, что ему принадлежит, из этого великого источника добра. «Я верну тебе те годы, которые прожила саранча». Саранча – это сомнения, страхи, обиды и сожаления, присущие человеческому мышлению. Только эти неблагоприятные мысли обкрадывают человека, ибо никто не дает ничего себе, кроме самого себя, и никто не отнимает у себя ничего, кроме самого себя. Мужчина здесь для того, чтобы доказать существование Бога и засвидетельствовать истину. И он может доказать существование Бога только тем, что извлекает изобилие из недостатка, и справедливость из несправедливости. «Докажи мне сейчас вот это», – говорит Господь Саваоф, «что если я не открою тебе небесные окна и не изолью на тебя благословение, то там не будет достаточно места, чтобы принять его». Глава девятая называется «Совершенное самовыражение или божественный замысел». Ни один ветер не может сбить мою кору с пути истинного и изменить течение судьбы. Для каждого мужчины найдется идеальное средство самовыражения. Есть место, которое он должен заполнить, и никто другой не может заполнить, что-то, что он должен сделать, чего никто другой не может сделать – это его судьба. Это достижение уже осуществлено, это совершенная идея в божественном разуме, ожидающая признания со стороны человека. Поскольку способность к воображению – это творческая способность, человеку необходимо увидеть идею до того, как она сможет проявиться. Таким образом, самое высокое требование человека – это божественный замысел его жизни. Возможно, он не имеет ни малейшего представления о том, что это такое, ибо, возможно, глубоко внутри него скрыт какой-то чудесный талант. Его требование должно звучать так – «Бесконечный дух, открой путь для проявления божественного замысла моей жизни, позволь гению внутри меня сейчас высвободиться, позволь мне ясно увидеть идеальный план». Идеальный план включает в себя здоровье, богатство, любовь и совершенное самовыражение. Это и есть тот квадрат жизни, который приносит совершенное счастье. Когда человек предъявляет это требование, он может обнаружить, что в его жизни происходят большие перемены, ибо почти каждый мужчина далеко отклонился от божественного замысла. Я знаю, что в случае с одной женщиной на ее дела как будто обрушился циклон, но изменения произошли быстро, и на смену старым условиям пришли новые и замечательные условия. Совершенное самовыражение никогда не будет трудным трудом, но оно будет представлять такой всепоглощающий интерес, что будет казаться почти игрой. Студентка также знает, что по мере того, как человек приходит в мир, финансируемый богом, все необходимое для его совершенного самовыражения будет под рукой. Многие гении в течение многих лет боролись с проблемой снабжения, когда его произнесенное слово и вера быстро высвободили бы необходимые средства. Например, однажды после занятий ко мне подошел мужчина и вручил мне цент. Он сказал, «У меня есть всего семь центов во всем мире, и я собираюсь подарить тебе один цент, потому что я верю в силу твоего устного слова. Я хочу, чтобы ты произнесла это слово для моего идеального самовыражения и процветания. Я произнесла это слово и увидела его снова только год спустя». В один прекрасный день он пришел ко мне, преуспевающий счастливый, с пачкой желтых купюр в кармане. Он сказал, «Сразу же после того, как ты произнесла это слово, мне предложили работу в далеком городе, и теперь я демонстрирую здоровье, счастье и достаток». Идеальное самовыражение женщины может заключаться в том, чтобы стать идеальной женой, идеальной матерью, идеальной хозяйкой дома, и не обязательно в том, чтобы сделать идеальную карьеру. Требуйте определенных ориентиров, и ваш путь станет легким и успешным. Не следует визуализировать или навязывать себе мысленную картину происходящего. Когда он потребует, чтобы божественный замысел вошел в его сознательный разум, на него снизойдет озарение, и он начнет видеть себя совершающим какое-то великое достижение. Именно этой картиной или идеей он должен придерживаться без колебаний. То, к чему стремится мужчина, ищет его самого, телефон искал колокольчик. Родители никогда не должны навязывать своим детям карьеру и профессию насильно, обладая знанием духовной истины. О божественном плане можно было бы говорить как в раннем детстве, так и внутриутробно. Дородовое лечение должно быть таким. Пусть Бог в этом ребенке найдет совершенное выражение. Пусть божественный замысел его ума, тело и дел будет проявляться на протяжении всей его жизни, на протяжении всей вечности. Да будет воля Божья, а не человеческая. Божий образец, а не человеческий образец. Вот заповедь, которую мы находим во всех священных писаниях. А Библия – это книга, посвященная науке об уме. Это книга, в которой рассказывается человеку о том, как освободить свою душу или подсознание от рабства. Описанные битвы представляют собой картины того, как человек ведет войну против смертных мыслей. Врагами мужчины должны быть члены его собственной семьи. Каждый мужчина – это Иосафат, и каждый мужчина – Давид, который убивает Голиафа, смертный, мыслящий с помощью маленького белого камня веры. Так что мужчина должен быть осторожен, чтобы не оказаться злым и ленивым слугой, который похоронил свой талант. За то, что он не использует свои способности, полагается страшное наказание. Часто страх стоит между человеком и его совершенным самовыражением. Страх перед сценой не мешал многим гениальным людям. Это чувство можно преодолеть с помощью произнесенного слова или обращения. В таком случае индивид теряет всякое самосознание и просто чувствует, что он является каналом для самовыражения бесконечного разума. Он находится под непосредственным вдохновением, бесстрашен и уверен в себе, ибо чувствует, что именно отец внутри него выполняет эту работу. Один маленький мальчик часто приходил ко мне на занятия вместе со своей матерью. Он попросил меня произнести это слово во время его предстоящих экзаменов в школе. Я сказала ему, чтобы он сделал заявление, «Я единое целое, обладающее бесконечным интеллектом. Я знаю все, что мне следует знать по этому вопросу». Он отлично разбирался в истории, но не был уверен в своих арифметических способностях. Я встретилась с ним после этого, и он сказал, «Я правильно сказала по арифметике, издала экзамен с высшими отличиями, но подумала, что могу положиться на себя по истории». И получила очень плохую оценку. Мужчина часто терпит неудачу, когда он слишком уверен в себе. А это значит, что он доверяет своей личности, а не внутреннему отцу. Еще одна моя ученица привела мне пример такого поведения. Однажды летом она отправилась в длительную поездку за границу, посетив множество стран, где она совершенно не владела иностранными языками. Она ежеминутно взывала к руководству и защите, и ее дела шли гладко и чудесным образом. Ее багаж никогда не задерживался и не терялся. Для нее всегда были готовы номера в лучших отелях, и у нее был безупречный сервис, куда бы она ни отправилась. Она вернулась в Нью-Йорк, зная английский язык, чувствовала, что в Боге больше нет необходимости, поэтому занималась своими делами обычным образом. Все пошло не так, как надо. Ее чемоданы задержались на фоне дисгармонии и неразберихи. У ученицы должна выработаться привычка ежеминутно практиковать присутствие Бога. Во всех твоих поступках признавай Его, нет ничего не слишком малого, не слишком великого. Иногда какой-нибудь незначительный инцидент может стать поворотным моментом в жизни мужчины. Роберт Фултон, наблюдая за кипящей водой в чайнике, увидел пароход. Я часто видела, как один студент сдерживал свою демонстрацию, сопротивляясь или указывая дорогу. Он привязывает свою веру только к одному каналу и диктует именно тот способ, которым он желает, чтобы проявление пришло, что приводит ситуацию в тупик. Мой путь, а не твой путь — это повеление бесконечного разума. Как и любая энергия, будь то пар или электричество, она должна иметь непротиворечивый двигатель или инструмент для работы, и человек является этим двигателем или инструментом. Снова и снова человеку говорят стоять на месте. «Ой, Уда, не бойся, но завтра выходи против них, ибо Господь будет с тобой». Тебе не нужно будет сражаться в этой битве, соберись с силами, стой спокойно и увидь, что спасение Господне с тобой. Мы видим это в тех случаях, когда две тысячи долларов поступали женщине через домовладельца, когда она не сопротивлялась и не беспокоилась, и женщине, которая завоевала любовь мужчины после того, как все страдания прекратились. Цель студента – это самообладание. Самообладание – это сила, ибо оно дает Божьей силе шанс прорваться сквозь человека, проявить волю и исполнить свое благое желание. Будучи уравновешенным, он ясно мыслит и быстро принимает правильные решения. Он никогда не упускает ни одного подвоха. Гнев затуманивает видение, отравляет кровь, является корнем многих болезней и приводит к неправильным решениям, ведущим к неудаче. Гнев был назван одним из худших грехов, поскольку его реакция очень вредна. Ученица узнает, что в метафизике понятие греха имеет гораздо более широкое значение, чем в старом учении. Все, что не соответствует вере, является грехом. Он приходит к выводу, что страх и беспокойство – это смертные грехи, это перевернутая вера, которая с помощью искаженных ментальных образов воплощает в жизнь то, чего он боится. Его работа состоит в том, чтобы изгнать этих врагов из подсознания. Когда человек становится бесстрашным, с ним покончено. Митерлинг говорит, что человек боится Бога. И так, как мы читали в предыдущих главах, человек может победить страх, только подойдя к тому, чего он боится. Когда Иосифат и его армия приготовились встретить врага, распевая хвала Господу, ибо милость его пребывает вовеки, они обнаружили, что их враги уничтожили друг друга, и им не с чем сражаться. К примеру, одна женщина попросила свою подругу передать сообщение другой подруге. Женщина боялась передать это сообщение, так как рассудительный разум говорил ей, не впутывайся в это дело, не передавай этого сообщения. У нее было смятение в душе, потому что она дала свое обещание. В конце концов, она решила подойти ко льву и воззвать к закону божественной защиты. Она встретила подругу, которой должна была передать это послание. Она открыла рот, чтобы произнести его вслух, когда ее подруга сказала, такой-то уехал из города. Из-за этого не было необходимости передавать это сообщение, так как ситуация зависела от того, находится ли этот человек в городе. Поскольку она была готова это сделать, она не была обязана этого делать, так как она не боялась, ситуация исчезла сама собой. Ученик часто откладывает свою демонстрацию из-за убежденности в незавершенности дела. Ему следует сделать следующее заявление. В божественном разуме существует только завершение, поэтому моя демонстрация завершена. У меня идеальная работа, мой идеальный дом, мое идеальное здоровье. Все, чего бы он ни требовал, является совершенными идеями, зарегистрированными в божественном разуме, и должно проявляться по благодати совершенным образом. Он благодарит за то, что уже получил от невидимого, и активно готовится к получению от видимого. Одна из моих учениц нуждалась в финансовой демонстрации. Она подошла ко мне и спросила, почему она до сих пор не завершена. Я ответила, возможно, у тебя вошло в привычку оставлять что-то незаконченным, и у подсознания вошло в привычку не доводить дело до конца, как и то, что происходит снаружи, так и то, что происходит внутри. Она сказала, ты права, я часто начинаю что-то делать и никогда не заканчиваю. Я пойду домой и закончу то, что начала несколько недель назад, и я знаю, что это будет символично для моей демонстрации. Так вот, она усердно шила, и вскоре работа над изделием была завершена. Вскоре после этого деньги поступили самым любопытным образом. В тот месяц ее мужу дважды выплачивали зарплату. Он рассказал людям об их ошибке, и они послали ему весточку, чтобы он сохранил их у себя. Когда человек просит вере, он должен получить, ибо Бог создает свои собственные каналы связи. Меня иногда спрашивают, предположим, у человека есть несколько талантов, как же ему узнать, какой из них выбрать? Требуйте, чтобы вас проявили определенно. Скажи, бесконечный дух, дай мне определенное руководство, открой мне мое совершенное самовыражение, покажи мне, какой талант я должна использовать прямо сейчас. Я знавала людей, которые внезапно переходили на новую работу и были полностью экипированы, практически не имея подготовки. Так что сделайте заявление, я полностью экипирована для осуществления божественного плана моей жизни, и бесстрашно хватайтесь за открывающиеся возможности. Некоторые люди с радостью дарят подарки, но плохо их получают. Они отказываются от подарков из-за гордости или по какой-то негативной причине, тем самым блокируя свои каналы, и в конечном итоге неизменно оказываются практически ни с чем. Например, женщина, которая отдала большую сумму денег, получила подарок в размере нескольких тысяч долларов. Она отказалась взять его, сказав, что он ей не нужен. Вскоре после этого у нее возникли проблемы с финансами, и она оказалась в долгу на эту сумму. Мужчина должен с достоинством принимать хлеб, возвращающийся к нему по воде. Ты даром отдала, даром и получишь. Всегда существует идеальный баланс между отдачей и получением, и хотя человек должен отдавать, не думая об отдаче. Он нарушает закон, если не принимает отдачу, которая приходит к нему, ибо все дары исходят от Бога, а человек является всего лишь каналом передачи. Мысль о недостатке никогда не должна овладевать тем, кто его дарит. Например, когда мужчина дал мне один цент, я не сказала, бедняга, он не может позволить себе дать мне это. Я видела его богатым и преуспевающим, а его запасы постоянно пополнялись. И именно эта мысль привела меня к этому. Если кто-то был плохим получателем, он должен стать хорошим получателем и взять даже почтовую марку, если ему ее дадут, и открыть свои каналы для получения. Господь любит не только жизнерадостного принимающего, но и жизнерадостного дающего. Меня часто спрашивали, почему один человек рождается богатым и здоровым, а другой бедным и больным. Там, где есть следствие, всегда есть и причина. Не существует такого понятия, как случайность. Ответ на этот вопрос можно найти с помощью закона реинкарнации. Человек проходит через множество рождений и смертей, пока не познает истину, которая делает его свободным. Его тянет обратно на земной план, неудовлетворенное желание расплатиться со своими кармическими долгами или исполнить свое предназначение. У человека, родившегося богатым и здоровым, в его подсознании в прошлой жизни были картины здоровья и богатства, а также бедного и больного человека, болезни и бедности. Человек проявляет себя на любом плане, как совокупность своих подсознательных убеждений. Однако рождение и смерть – это законы, созданные человеком, ибо возмездие за грех смерть. Адамическое падение сознания произошло из-за веры в две силы. Настоящий мужчина, духовный мужчина, не имеет рождения и бессмертия. Он никогда не рождался и никогда не умирал. Каким он был в самом начале, таким он есть сейчас и всегда будет. Таким образом, благодаря истине человек освобождается от закона кармы, греха и смерти и проявляет себя человеком, созданным по своему образу и подобию. Свобода человека приходит через исполнение своего предназначения, воплощение в жизнь божественного замысла его жизни. Его Господь скажет ему, «Молодец, ты добрый и верный слуга, ты был верен в некоторых вещах, я поставлю тебя правителем над многими вещами, самой смертью». Войди в радость твоего Господа вечную жизнь. Вот глава 10 «Отрицание и утверждение». Ты также должна издать указ о чем-то, и это будет установлено для тебя. Все хорошее, что должно проявиться в жизни человека, уже является свершившимся фактом в божественном разуме и высвобождается через признание человека или произнесенное слово. Поэтому он должен быть осторожен в постановлении о том, чтобы проявлялась только божественная идея, ибо часто он принимает решения с помощью своих праздных слов «неудачи» или «несчастий». Поэтому крайне важно правильно сформулировать свои требования, как указано в предыдущей главе. Если ты хочешь иметь дом друга, должность или любую другую хорошую вещь, потребуй божественного отбора. Например, бесконечный дух «открой путь к моему правильному дому, моему правильному другу, моему правильному положению». Я благодарю Бога за то, что сейчас он проявляется под действием благодати совершенным образом. Последняя часть этого утверждения является самой важной. К примеру, я знала женщину, которая потребовала тысячи долларов. Ее дочь получила травму, и они получили компенсацию в размере тысячи долларов, так что все вышло не совсем удачно. Это требование следовало бы сформулировать так. Бесконечный дух, я благодарю Бога за то, что тысячи долларов, которые принадлежат мне по божественному праву, теперь высвобождены и достигают меня по благодати совершенным образом. По мере того, как человек растет в своем финансовом сознании, он должен требовать, чтобы огромные суммы денег, которые принадлежат ему по божественному праву, доходили до него по благодати совершенным образом. Для человека невозможно высвободить больше, чем он считает возможным, потому что он связан ограниченными ожиданиями подсознания. Он должен расширить свои ожидания, чтобы получать больше информации. Мужчина так часто ограничивает себя в своих требованиях. Например, студентка потребовала 600 долларов к определенному сроку. Он действительно получил их, но впоследствии услышала, что он был очень близок к тому, чтобы получить тысячи долларов. Но в результате произнесенного им слова ему дали всего 600 долларов. Они ограничили доступ к святому Израилеву. Богатство – это вопрос сознательности. У французов есть легенда, в которой приводится пример этого. Бедный человек шел по дороге, когда ему повстречался путешественник, который остановил его и сказал, «Мой хороший друг, я вижу, что ты бедна. Возьми этот золотой самородок, продай его, и ты будешь богата до конца своих дней». Этот мужчина был вне себя от радости по поводу своей удачи и забрал самородок домой. Он сразу же нашел работу и стал настолько преуспевающим, что не стал продавать самородок. Прошли годы, и он стал очень богатым человеком. Однажды он встретил на дороге бедняка. Он остановил его и сказал, «Мой хороший друг, я подарю тебе этот золотой самородок, который, если ты его продашь, сделает тебя богатой на всю жизнь». Нищий взял самородок, оценил его и обнаружил, что это всего лишь медь. И так, как мы видим, первый человек разбогател благодаря тому, что почувствовал себя богатым, думая, что самородок – золото. Каждый мужчина носит в себе золотой самородок, именно его сознание – золото. богатство приносит богатство в его жизнь. Предъявляя свои требования, человек начинает свой путь с конца, то есть он заявляет, что уже получил то, что получил. «Прежде чем ты позовешь меня, я отвечу». Постоянно утверждая это, укрепляет веру в подсознании. Если бы у человека была совершенная вера, не было бы необходимости повторять это утверждение более одного раза. Человек должен не умолять и не умолять, а постоянно благодарить за то, что он получил. Пустыня должна возрадоваться и расцвести, как роза. Это ликование, которое все еще царит в пустыне, состояние сознания открывает путь к освобождению. Молитва Господня имеет форму повеления и требования. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и заканчивается восхвалением. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь». Что касается дел рук моих, то прикажи мне это сделать. Итак, молитва, то повеление и требования, хвала и благодарение. Работа студента заключается в том, чтобы заставить себя поверить в то, что с Богом все возможно. Это достаточно легко сформулировать абстрактно, но немного сложнее сделать, когда сталкиваешься с какой-то проблемой. Например, женщине было необходимо продемонстрировать крупную сумму денег в течение установленного срока. Она знала, что должна что-то сделать, чтобы добиться реализации, ибо реализация – это проявление, и она потребовала, чтобы кто-то вел ее за собой. Она прогуливалась по универмагу, когда увидела очень красивый нож для резки бумаги с розовой эмалью. Она почувствовала, как ее тянет к этому занятию. Мне пришла в голову мысль, у меня недостаточно хороший нож для разрезания бумаги, чтобы вскрывать письма, содержащий крупные чеки. Так вот, она купила нож для разрезания бумаги, который здравомыслящий человек назвал бы расточительностью. Когда она держала его в руке, у нее мелькнула картинка, на которой она вскрывает конверт с крупным чеком, и через несколько недель она получает деньги. Розовый нож для разрезания бумаги был для нее мостиком активной веры. Рассказывается много историй о силе подсознания, когда оно направлено верой. Например, один мужчина провел ночь на фермерском доме. Окна его комнаты были заколочены гвоздями, и посреди ночи он почувствовал, что задыхается, и в темноте пробрался к окну. Он не мог ее открыть, поэтому разбил стекло кулаком, втянул в себя свежий воздух и чудесно выспался ночью. На следующее утро он обнаружил, что разбил стекло книжного шкафа, а окно оставалось закрытым в течение всей ночи. Он снабжал себя кислородом просто благодаря своей мысли о кислороде. Когда студент начинает демонстрировать свои способности, он ни в коем случае не должен поворачивать назад. Пусть тот человек, который колеблется, не думает, что он получит что-либо от Господа. Одна студентка однажды сделала замечательное заявление. Когда я прошу отца о чем-либо, я ставлю ногу на ногу и говорю, «Отец, я возьму не меньше, чем я просила, а больше». Так вот, мужчина никогда не должен идти на компромисс. Сделав все возможное, встань на ноги. Иногда это самый трудный момент для демонстрации своих способностей. У тебя возникает искушение сдаться, повернуть назад, пойти на компромисс. Он также служит тому, кто только стоит и ждет. Демонстрации часто происходят в одиннадцатый час, потому что тогда человек отпускает себя, то есть перестает рассуждать, и у бесконечного разума появляется шанс сработать. Унылые желания человека получают унылый ответ, а его нетерпеливые желания долго откладываются или насильственно исполняются. Например, одна женщина спросила меня, почему она постоянно теряет или разбивает свои очки. Мы обнаружили, что она часто с досадой говорила себе и окружающим, как бы мне хотелось избавиться от своих очков. Так вот, ее нетерпеливое желание было бурно исполнено. Чего ей следовало бы требовать, так это идеального зрения, но то, что она зафиксировала в подсознании, было просто нетерпеливым желанием избавиться от своих очков. Поэтому они постоянно ломались или терялись. Два типа мировоззрения приводят к потере, обесцениванию, как в случае с женщиной, которая не ценила своего мужа по достоинству, или к страху потери, который создает в подсознании картину потери. Когда ученик сможет избавиться от своей проблемы, сбросить с себя бремя, у него произойдет мгновенное проявление себя. Например, одна женщина вышла на улицу в очень ненастный день, и ее зонтик вывернула наизнанку. Она собиралась позвонить некоторым людям, с которыми никогда не встречалась, и ей не хотелось впервые появляться на улице с ветхим зонтиком. Она не могла выбросить его, так как он ей не принадлежал, поэтому в отчаянии она воскликнула. «О боже, возьми на себя заботу об этом зонтике, я не знаю, что мне делать». Мгновение спустя голос у нее за спиной произнес, «Леди, вы хотите, чтобы ваш зонтик починили?» Там стоял продавец зонтиков. Она ответила, «Действительно, я хочу это сделать». Мужчина починил зонт, пока она заходила в дом, чтобы нанести визит, и когда она вернулась, у нее был хороший зонт. Так что, когда человек отдает зонт или ситуацию в руки Бога, под рукой всегда есть специалист по уходу за зонтиком. За отрицанием всегда следует подкреплять утверждение утверждением. Например, однажды поздно вечером мне позвонили по телефону, чтобы я оказала помощь мужчине, которого я никогда раньше не видела. По-видимому, он был очень болен. Я сделала заявление, я отрицаю, что у меня есть какие-то признаки болезни. Это нереально, поэтому я не могу зафиксироваться в его сознании. Этот человек, совершенная идея в божественном разуме, чистая субстанция, выражающая совершенство. На следующее утро ему стало намного лучше, и на следующий день он уже занимался своими делами. В божественном разуме нет ни времени, ни пространства, поэтому слово мгновенно достигает своего адресата и не возвращается пустым. Я лечила пациентов в Европе и обнаружила, что результат был мгновенным. Меня так часто спрашивают, в чем разница между визуализацией и видением. Визуализация – это ментальный процесс, управляемый рассуждениями или сознательным умом, а видение – это духовный процесс, управляемый интуицией или сверхсознательным умом. Ученица должна тренировать свой ум так, чтобы получать эти вспышки вдохновения и создавать божественные картины с помощью определенных подсказок. Когда мужчина может сказать «Я желаю только того, чего желает для меня Бог», его ложные желания исчезают из сознания. И главный архитектор, Бог внутри, дает ему новый набор чертежей. Божий замысел в отношении каждого мужчины выходит за рамки ограничений рассуждающего разума и всегда является основой жизни, содержащей здоровье, богатство, любовь и совершенное самовыражение. Многие мужчины строят для себя в воображении бунгало, в то время, как им следовало бы строить дворец. Если студент пытается навязать свою демонстрацию с помощью рассуждающего ума, он ставит ее в тупик. «Я ускорю это», говорит Господь. Он должен действовать только на основе интуиции или определенных зацепок. «Уповай на Господа и терпеливо жди. Доверься также и ему, и он осуществит задуманное». Я видела, как закон действует самым удивительным образом. Например, одна студентка заявила, что ей необходимо иметь 100 долларов на следующий день. Это был долг жизненно важной важности, который необходимо было погасить. Я произнесла слово, заявляющее о том, что никогда не бывает слишком поздно и что снабжение всегда под рукой. В тот же вечер она позвонила мне и рассказала о случившемся чуде. Она сказала, что ей пришла в голову мысль зайти в свой банковский сейф и просмотреть кое-какие бумаги. Она просмотрела бумаги и обнаружила на дне коробки новенькую купюру в 100 долларов. Она была поражена и сказала, что точно знает, что никогда не клала ее туда, потому что много раз просматривала эти бумаги. Возможно, это была материализация, подобно тому, как Иисус Христос материализовал хлеб и рыбу. Человек мгновенно достигнет той стадии, когда его слово станет плотью или материализуется. Поля, созревшие для сбора урожая, проявятся сразу же, как и во всех чудесах Иисуса Христа. В одном только имени Иисуса Христа заключена огромная сила. Оно олицетворяет собой проявленную истину. Он сказал, «Чего бы ты не попросил у Отца во имя Мое, Он даст себе это». Сила этого имени поднимает ученика в четвертое измерение, где он освобождается от всех астральных и психических влияний и становится безусловным и абсолютным. Как сам Бог безусловен и абсолютен. Я видела много исцелений, совершенных с помощью слов во имя Иисуса Христа. Христос был одновременной личностью и принципом, и Христос внутри каждого человека является его искупителем и спасением. Христос внутри человека – это его собственное Я в четвертом измерении, человек, созданный по образу и подобию Божьему. Это то самое Я, которое никогда не подводило, никогда не знало болезней и печалей, никогда не рождалось и никогда не умирало. Это воскресение и жизнь каждого мужчины. Никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына означает, что Бог Вселенский, действующий на месте частного, становится Христом в человеке, а Святой Дух означает Бога в действии. Таким образом, каждый день человек проявляет Троицу Отца, Сына и Святого Духа. Мужчина должен овладеть искусством мыслить. Мастер-мыслитель – это художник, и он тщательно рисует только божественные замыслы на холсте своего разума, и он рисует эти картины мастерскими мазками пудры и решимости, имея совершенную веру в то, что нет никакой силы. Я хочу испортить их совершенство и чтобы они воплотили в своей жизни идеал, ставший реальностью. Вся сила дается человеку благодаря правильному мышлению для того, чтобы принести свой рай на свою землю, и в этом заключается цель игры жизни. Простые правила заключаются в бесстрашной вере, непротивлении и любви. Пусть каждый читатель сейчас освободится от того, что удерживало его в рабстве на протяжении веков, стояло между ним и его собственным, и познает истину, которая делает его свободным. Ты свободна в том, чтобы исполнить свое предназначение, воплотить в жизнь божественный замысел своей жизни, здоровья, богатства, любви и совершенного самовыражения. Преобразись сама, обновив свой разум. Принимай отрицание и утверждение. Стремись к процветанию. Бог — это мой неиссякаемый источник, и большие суммы денег быстро приходят ко мне по благодати совершенным образом. При соблюдении правильных условий. Все планы, которые мой небесный отец не планировал, будут разрушены и рассеяны, и божественная идея сейчас же воплотится в жизнь. Для этого нужны правильные условия. Только то, что истина по отношению к Богу, истина и по отношению ко мне, ибо я и Отец одно целое. Что касается веры, то это правда. Поскольку я едина с Богом, я едина и со своим благом, ибо Бог является одновременно и дарителем, и даром. Я не могу отделить дарителя от дара. Я нуждаюсь в правильных условиях. Божественная любовь сейчас растворяет и рассеивает все неправильные состояния в моем уме, теле и делах. Божественная любовь это самое мощное химическое вещество во Вселенной, которое растворяет все, что не является само по себе. Забота о своем здоровье Божественная любовь наполняет мое сознание здоровьем, и каждая клеточка моего тела наполняется светом. Это касается и зрения. Мои глаза это глаза Бога я вижу глазами Духа. Я ясно вижу открытый путь, на моем пути нет никаких препятствий. Я ясно вижу идеальный план действий. Обращаюсь к тебе за советом. Я божественно чувствительна к своим интуитивным подсказкам и мгновенно повинуюсь твоей воле. Спасибо тебе за то, что ты меня выслушала. Мои уши это уши Бога и я слышу ушами Духа. Я не сопротивляюсь и хочу, чтобы меня вели за собой. Я слышу благую весть о великой радости. Спасибо тебе за правильную работу. У меня получилась идеальная работа в идеальном смысле этого слова. Я предоставляю идеальные услуги за идеальную оплату. Я хочу освободиться от всякого рабства. Я перекладываю это бремя на Христа внутри меня и выхожу на свободу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!